Сегодня на секции Лисоведини мы представляем большого советского учёня Сергея Владимировича Григорьева и он нам озвучит тему проблемы жизнеспособности, биоиндексации и дендрологии развития. Сегодня 15 августа, 40 минут доклада, время пошло. Сергей Владимирович, просим. Значит, когда мы обдумывали с Алексеем Энгельсовичем вот эту тему, и она рождалась в конкретной совсем ситуации с обсуждением эксперимента с людьми, которым в этом году исполнилось 100 лет, и они продолжают творческую работу, даже выступали на конференции МАИФ, да, я конкретно имею в виду Яхнина Евгений Давыдовича, которому в апреле исполнилось 100 лет. А в Доме учёных мы отмечали его 95-летие, когда он презентовал свою книгу, которая называлась «Мне 95, пора думать о будущем». Значит, после этого у него почти каждый год выходили ещё книги. Вот одну из этих книжек он прям вам подарил с надписью и так далее. Более того, мы с ним делали ряд встреч, и я знаю, что по линии МАИФ как раз были его поздравления официальные и так далее. Но дело в том, что это не единственный герой. Я об этом скажу. И вот это даёт нам возможность вот от таких даже, скажем так, психологических исследований жизнеспособности человека как главного понятия, а я бы даже сказал не только понятия, но концепта. Вот сейчас есть такое, так сказать, выражение «концепты науки». Потому что на сегодня жизнеспособность, если мы заглянем хоть в старь в академический словарь, помним эти слова, или заглянем в новый словарь в Википедию, мы увидим, что вот этот термин «жизнеспособность», он как бы растаскан по разным статьям. Значит, прежде всего я бы выделил таких три группы. Первая группа, она, безусловно, всё-таки естественно-научная. Мы, например, говорим о жизнеспособности клетки, оплодотворённой клетки, жизнеспособности сперматозоида отдельно, и говорим, вот низкая жизнеспособность, так сказать, и так далее. Называется микросфермия. Да, и много чего. Причём дело в том, что в естественных науках и в медицине разработаны диагностические процедуры. Вот если мы уже о сперматозоидах так заинтересовались, то есть три метода, которые позволяют количественно это всё оценить, и так далее, и так далее. Дальше мы говорим, и проводится целый ряд исследований, включая коллективные монографии, жизнеспособность человека. Человека в целом, как системы, да, потому что человек, и здесь прежде всего, если говорить о психологии, особенно зарубежной, потому что там идут от жизнеспособности профессионала, сколько человек может работать, особенно в трудных жизненных ситуациях, в ситуациях стресса и так далее. Ну и вот в 16-м году у нас Институт психологии РАН тоже выпустил большую монографию, потом ещё несколько серьёзных книг. В Ярославле была докторская диссертация по проблеме жизнеспособности человека, да. Здесь имеется в виду вот та система, на которой тоже я бы не стал останавливаться, имея в виду не только юбилей этого года, но и как бы то, что человек – это всё-таки часть биосферы. И вот в этом году, когда мы отмечаем юбилей Вернадского прежде всего, да, мы не можем не вспоминать его слова, и я это в аннотации доклада делал, делал это о живом веществе прежде всего, о понятии биосферы. Невернадский, как иногда пишут, вёл это понятие, оно было до него введено десятилетиями раньше, но вот такое понимание, как у Вернадского, да, когда мы и биосферу, и живое вещество, и ноосферу, потому что вот это как раз очень существенная сфера разума, вот. Но я бы тоже вот говорил о вписанности проблемы жизнеспособности человека именно в контекст вот такой чисто экологической парадигмы, как, например, у Вернадского, потому что, когда мы сейчас говорим об экологии, сплошь и рядом этот самый человек, жизнеспособность которого изучаем, начинает подрывать жизнеспособность, значит, всего прочего живого, да, и даже говорят, это самое страшное существо, в смысле субъекта, да, и вот когда говорится о разумности или неразумности, я вот в одном из докладов в МАИПе говорил, что вообще надо семантически дифференцировать. Если мы говорим разумность, то надо понимать, что есть на другом конце семантического дифференциала, есть неразумность, и надо вот всё время диалектически рассматривать качественно и количественно вот эти вот изменения, где человек становится неразумным, почему он когда-то был разумный и так далее. Но это вот второе понимание жизнеспособности человека, и третье понимание – это, в общем говоря, жизнеспособность разного рода систем. Да, вот у нас системный подход сейчас очень был моден, даже в конце 70-х, в начале 80-х ещё моднее, но вот я здесь сразу хотел сказать, что вот, конечно, есть проблема жизнеспособности любой системы, она тоже рассматривается в динамике развития, у неё есть своё акме, вершина её развития, потом падение, вот я считаю, что сейчас уже недостаточно говорить о системности, надо субъектно-системные подходы, и не только я, ну, например, там в естественных и общественных науках это многие сейчас говорят, но вот можно ли, это первая проблема сегодня, да, она состоит в том, что можно ли вот эти хотя бы три группы разных подходов к жизнеспособности каким-то образом объединить и говорить о жизнеспособности как неком интегральной характеристике живого вещества, которая позволяет развиваться, да, не подрывая то, что называется сидеть на одном суку, да, и пилить сук, на котором сидишь, а это сплошь и рядом получается, отсюда доклад римского клуба, да, когда мы говорим, надо ограничивать пределы роста, до этого мы помним мальтузианские и неомальтузианские концепции, что не хватает пространства, с ними спорят другие, вот у нас там приводят, например, Побиско-Кузнецова или Циолковского, которые считали, что там 20-30 миллиардов на Земле мы прокормим и так далее. Это разные оценочные суждения по поводу жизнеспособности вот в том интегральном смысле, когда мы имеем в виду планету Земля, и даже не только биосферу Павернацкого, потому что она все-таки примерно 3 километра в глубину Земли, там в атмосферу и так далее, но она не охватывает, например, космос, да, а вот если мы говорим о психосфере, то она вторгается, как только мы полетели, стали об этом думать, психосфера расширилась, а психосфера это значимая часть ноосферы, как я понимаю, да, вот, но вот в этой связи мне хотелось бы вот эти три проблемы обозначить, перейти к проблеме другой, изначальной целостности понятия жизнеспособности. Значит, и вот здесь я, значит, должен привести один из примеров конкретных исследований, потому что когда мы говорили вот в двух предыдущих докладах, выложенных на сайте и в интернете, значит, я прежде всего говорил как бы о социальной сфере. Но вот сейчас я, объявляя это, ставлю проблему о том, что разговоры о социальных аспектах жизнеспособности, они должны иметь психоисторический якорь, то есть быть приземлены в естественно-научном плане, то есть они должны быть соотнесены с проблемами биологии, естественных наук в целом, иначе у нас будет происходить то, что происходит и прежде всего вот именно с 20-го примерно года, поэтому я 21-м, 22-м, 23-м буду завершать свой доклад, да, когда мы говорим о заманипулированности сознания людей, когда вот не имея этого психоисторического якоря в виде биологии, да, естественно-научных оснований, мы как бы теряем берега, улезаем, начинаем пилить сук и так далее. И вот здесь первая мудрость, которую мне хотелось на секции лесоведения, да, мы все помним, хотя есть споры о том, как это произошло, что вообще жизнь состоялась, если ты посадил дерево, раз, дом построил и сына вырастил, да, и вот в этом мудрость, хотя я это называю народной мудростью, хотя если мы покопаемся, то там это и история уходит в тысячелетия до и после, и разная интерпретация этих моментов, но здесь важно что? Что вот дом это условно некоторая система, да, система, которую человек строит, часто даже не один, да, а там ему кто-то помогает, да, но я бы отказался только от одного, когда дом строит, в смысле оплатил стройку, да, и приехал в готовый дом. Вот это для меня не построил, потому что построил, это имеется в виду все-таки твое личное, не отчужденное деньгами и так далее, участие в этом создании дома, да, но вот проще у нас, ну, во-первых, про сына пока не буду говорить, мы говорили о сперматозоидах, да, и как бы этим пока ограничимся, а вот про дерево хотел сказать немножко подробнее, привести один пример. Значит, в 89-м году, для меня это была уже далеко не первая экспедиция, мы приехали с большой группой междисциплинарной, значит, в Ставропольский край, в место, где жили казаки-некрасовцы в двух селах, недалеко от Буйнакска, как бы печально знаменитого позднее, я напоминаю, это был 1989 год. И вот там проводилось комплексное научное исследование казаков-некрасовцев, которые переселились туда, в станицу Новокумская, в 1962 году. Естественно, когда они переселились, они там стали обживаться, строить вот эти самые дома, сажать деревья, расти детей. Еще пикантность этой ситуации связана с тем, что из Турции выезжало 999 человек, это был межгосударственный договор с Никитой Сергеевичем Хрущевым, с правительством Турции, они из местечка Каджагель на озере там жили, они там жили около 300 лет. Это казаки-некрасовцы, Виктор Некрасов, это вот восстание казаков, потом от преследования царизма они ушли туда, поселились и жили. И вот там-то и проверялась их жизнеспособность, когда они, русские люди, казаки в своей основе, с семьями, пришли и жили там более двух столетий, пока не переселились сюда. А вот 89-й год, рубеж которого у нас тоже близок 25 лет, а 60 лет их переселению было в прошлом году, так вот это вот дендроиндексация и дендрохронология их развития от посаженных деревьев, домов, которые они построили, а они и церковь там, они старообрятся. И вот эти все моменты, это воспроизводство людей вот в полном смысле, как жизнеспособность их, жизнеспособность не только лично продолжать свое поколение, потому что было посчитано, сколько их было, сколько переселилось. И вот в 89-м году так получилось, что вместе с нашей большой экспедицией там работала группа из МГУ и группа с Меценианского института из Вашингтона Соединенных Штатов. Были написаны некоторые статьи ими, примерно на одну тему, потому что там рефреном проходила вот эта мысль, как они там сохраняли культуру, насколько их культура идентична тем казакам, которые в России жили, а это были люди с Верхнего Дона, то есть можно было изучать, вот они в Каджагёле, там сохраняли культуру и здесь, как это все происходило. То есть это вот очень такой интересный момент. Были врачи-гигиенисты с нами, были разные люди. Но что я хотел зафиксировать? Вот чем вот этот подход, который я называю народный психологический опыт? Почему? Потому что они там два века жили, у них учили друг друга как-то, все умели читать и так далее, старообряться, поэтому там есть своя специфика, да, как вы понимаете, отец обязательно, кроме того, что породить детей, он всех, включая девочек, выучивал читать. Мы знаем, какая грамотность в России была в конце 19 века. Там была стопроцентная грамотность. Значит, у них, естественно, это беспоповцы, значит, это был человек, который старше и так далее, который учил, знал молитвы, песнопения и так далее. У них был завет казака Виктора Некрасова, который их туда увел. И вот этот завет они чтили и так далее, но уже в 89 году у многих родственников, жили от Австралии до Соединенных Штатов, были связи, тогда не было интернета в 89 году, но и по телефону, телеграммно, письмами. Они вот когда приходил и беседовал, я, мои сотрудники и так далее, они стопы писем показывали, где рассказывается, как живут, вот как те казаки, которые сейчас там переселяются из Южной Америки, у нас на Дальний Восток, например, да. Значит, вот я здесь имею в виду жизнеспособность людей в прямом смысле, то есть непосредственное воспроизводство жизни, то есть рождение детей, чтобы они не вымирали, да, как у нас сейчас мы знаем, страна вроде все хорошо, только население убывает, да, а вот там они прирастали населением, то есть непосредственное воспроизводство, воспроизводство культуры, потому что они все на русском языке говорят, многие из них на турецком говорят очень свободно, да, единственное у них там благо, они практически не служили в турецкой армии, там была вот эта договоренность, не сразу состоялся переезд и так далее. И очень интересно, и те деревья, которые посадили, и те дома, как их динамика, и как тот единственный ребенок, который родился в момент переезда, я говорил о пикантности, вот пикантность, пока они переезжали, у них тысячный человек появился, беременная женщина родилась, значит, при переезде. И вот мы можем сейчас смотреть и исследовать эту жизнеспособность как целостность народного психологического опыта. И многие из них, из этих людей, были люди очень способные, интересные, мы их изучали. Ну, я приведу пару примеров, значит, ну, во-первых, вот то, что касается аспекта веры, да, значит, кто был старшим у них в церкви? Ну, тот, кого они выбирали как самого осведомленного, у кого была великолепная память, он как бы помнил молитвы наизусть, песнопение и так далее. То есть это был естественный общинный отбор вот этих людей, да. Как я говорил об учении, оно строилось у них вот на такой старообрядческой ниве, да, значит, и вот эта передача традиций, она вот таким образом происходила. А вот все остальное, да, передача культуры и так далее, что люди, как бы, вот, например, очень интересно, Маргарита Мазо, которая вот представляла Смеценианский институт, она фиксировала, что, конечно, внешний облик их, он довольно сильно отличался от казаков, да. В это время в Москве там до-после немножко проходил международный фольклорный фестиваль, где у них фольклорный коллектив казаков-некрасовцев тоже выступал, он и сейчас выступает и так далее. Но мы можем реально вот в таком естественно-историческом, культурно-психологическом ключе исследовать проблему жизнеспособности вот в реальном выражении, где соединены вот жизненная часть этого просто воспроизводства населения, как, куда, как расселяются и так далее. Буквально можно каждую семью исследовать. Но мы так и делали, потому что сельская администрация, еще было советское время, да, нам давали все списки, кто где живет, мы практически в каждой семье были старшие, младшие, разные поколения и так далее, да. Это очень интересное место, там, кроме всего, большое село, где они были не единственные жители, они сразу интегрировались в село, да, а потом по ним прокатились и чеченские события, как вы понимаете, там, Буйнакск, и вот это вот все, да, у нас на самой границе, да. Поэтому очень интересные и сравнительные вещи. Но я сейчас говорю не об этнологии, а приближаюсь к нашей теме биоиндексации, дендрохронологии и так далее. Так вот, в этом смысле очень важно выяснилось, что мы должны к глубинному психологическому содержанию, народного психологического опыта обращаться и выявлять какие-то критерии, где мы могли бы не только, как мы вот говорили на предыдущих семинарах, использовать некоторые модели, схемы, методологии, методы и так далее. Я к этому отношусь хорошо и защищал диссертации в отделах, соответствующих, теории, истории, методологии, да, и так далее. Но я в то же время говорю, что очень важна природная наблюдательность вот этих людей. Приложу пример. Костоправ, дама, которая никакого медицинского образования не имела. Через некоторое время, в 89-м году, она собирала вот разбитое в автоаварии плечо там мужчине, да, когда потом она его собрала, повезли в травмопункт, сделали рентген, люди удивлялись, что как бы не может быть, да. И многие вещи, начиная от родов с помощью спыления и многих других функций, человек, не имеющий медицинского образования, осуществлял удивительным образом. Ну, просто сверхспособный человек. Почему? Потому что, когда мы говорим о способностях, есть всегда момент, связанный, ну, вот, во всяком случае, в моей концепции. Это развитие методом обучения, профессиональной подготовки и так далее. У неё этот этап просто выброшен. У неё есть природные способности и есть опыт её работы, который она по каким-то критериям сверяла, но это как бы совершенно удивительная вещь, которая, как бы, ну, вот, об этом говорит. Значит, мы там увидели людей, связанных с пением, да, с традицией пения, которые пели и на турецком, и на русском, сохраняя те мотивы, которые этнографы и специалисты по теории истории музыки ставропольских учреждений не могли найти и вспомнить, потому что там сохранилось то, что на Дону, откуда они, они донские, они ставропольские казаки, да, и, как бы, через два с лишним века у них и интонирование, и всё сохранилось, игра на музыкальных инструментах и так далее. То есть традиция, как бы, музыка у них 17-го века, 17-18 век, да, который у нас здесь нет. Поэтому вот в плане того, что действительно уникальность этих людей, она совершенно очевидна и она важна. Но вот когда мы говорим о изучении этого, тут приходится говорить о целом ряде вещей, вот где биология сопряжена, даже приходится не ограничиваться психологией, а обращаться именно к биологическим моментам. Какой здесь важный момент? Вот когда мы берём нашу традицию отечественной науки, связанную с изучением деятельности, психологии деятельности, то у нас очень многие люди, вот беря, сейчас вообще модно взять, как бы, какое-то исследование американское, ну, вот мы бы тогда могли взять смеценианский институт, как они изучают. Но дело в том, что у них нет такой глубины исторической, да, вот это показало, у них, ну, скажем, изучаются там традиции, значит, англо-американская, негритянская традиция, музыкальная, например, да, индейцев традиция, мексиканцев, да, ну, основные группы населения, которые есть. Вот они это и выдают, скажем, за фольклор, имея в виду музыку, словесный текст и так далее. Что же мы имеем в виду? У нас традиция такая, что когда мы говорим о деятельности, то это прежде всего, напоминаю, прежде, первая фонда, это деятельность мозга. Это условные рефлексы, о которых когда-то Сеченов начинал говорить, потом Бехтелев с Павловым делили славу за то, кто открыл рефлексы, да, им медаль Бэра пополам делили. Вот, но когда мы говорим о психологии деятельности, очень часто, вообще, кроме Шкова Рубинштейна, Сергея Леонидовича, многие это забывают, что вот вообще-то говоря, это деятельность мозга и деятельность человека как личности, социальности и так далее. Это обязательно две вещи, обязательно. И только тогда можно говорить о деятельности. Как только мы отрываем вот эту биологическую часть, да, а она сейчас стала необыкновенно важна, но она в отрыве. Когда мы говорим когнитивные исследования мозга, то часто вообще деятельностную теорию просто выбрасывают, вымывают. Как будто не было. Хотя на самом деле это вот та линия, которая заложена у нас. Конечно, это не рефлексы. Когда мы говорим о двигательном МРТ с визуализацией сейчас, а не просто там электроэнцефалограмма, да, там и так далее. А вот современные методы, у нас, кстати, сейчас вся проблема только в деньгах. Мы это имеем, но у нас два достойных аппарата на всю страну, да. Поэтому нам приходится здесь хвосты, извините, подлизывать. Но теоретически вот эти проводящие пути мозга, а это докторская диссертация Бехтерева в Санкт-Петербурге в прошлом веке, да, и поэтому вот это две вещи. А третью я ввожу, я говорю о психоисторическом подходе к деятельности. Вот между деятельностью мозга и деятельностью человека, вот в том смысле, как её изучают сейчас когнитивные науки, лежит психоистория вот этого, сопряжение вот этих двух обязательных сторон. Только тогда мы будем выходить на проблему биоиндексации и так далее. Ну, я вот достаточно много сказал, а я же ещё книжки принёс, надо их показать и продемонстрировать. Дело в том, что проблема биоиндексации вот именно в контексте культурной истории имеет довольно большую литературу, и я не имея в виду здесь обзоры какие-то делать, но я просто взял с собой несколько из моей библиотеки книг, и я хотел Николая Васильевича Лавелиуса показать, и здесь это будет. Вот эта книга, это обзор, это библиография, да, дендроиндексация, это не все био, это только то, что дендро с деревом связано. В чём там проблема? Проблема в том, что затималось, и тут он в предисловии об этом пишет, что это Эрмитаж восстанавливает парки, парки Санкт-Петербурга, и там встает вопрос, вот это дерево оно Петра Первого видело, или оно только Екатерину у нас Великую видело, или оно Николая Второго видело, да, как это делать? Это берётся керны, да, высверливается, смотрится и так далее, да, и вот есть целая система вот таких вот дендроисследований, как значимого этапа биоиндексации, то есть биологические индексы мы получаем. Мне тоже с этим пришлось сталкиваться, вот когда в Подмосковье создавался музей-заповедник Захарова Большие Везёмы, ну там многие говорят, вот берёза стоит, её Пушкин видел. Одну минуточку, коллеги, Пушкин эту берёзу, скорее всего, не видел, потому что берёзы, откройте табличку, сколько они живут, они, как правило, ну таблица всегда, табличные величины, там пишут до 150 лет, а вот эта липа на аллее, она вот скорее видела, потому что липы-то живут, побольше будет. Хотя, конечно, когда мы говорим вот об этих критериях, всегда надо иметь в виду, что каждое дерево у нас, напомню на минуточку, что на земле есть деревья, которым тысячи лет, и они сейчас живы, это всё можно посмотреть. Но это нужны точные методы, и вот когда мы здесь посмотрим, здесь не только литература, но здесь графики, потому что вот то, что у нас с Чижевским связывают, на самом деле, солнечные циклы давно известны, да, вот эти все вещи построены уже таблицей для многих видов деревьев, будь то липа или сосна и так далее. И вот это всё, опять же, мы возвращаемся к секции лесоведения, это очень важный момент, потому что мы можем довольно точно получить хронологические данные по многим видам биоиндексации. Теперь я отвлекусь, вот дендрохронологию, здесь надо говорить отдельно, можно одну лекцию говорить, может мы где-то это и сделаем, в плане нашего взаимодействия с Центральным Домом Ученых, из секций и так далее, да, потому что это отдельная тема, я просто обозначил эту тему. Но вот здесь важно то, что есть и другие методы биоиндексации, вот у меня не дендроиндексация, почему? Потому что если проанализировать вот деятельность, такое психоисторическое деятельность нашей сельскохозакадемии, вот которая в Москве, то там не менее трёх школ, где проводят биоиндексацию, например, какую? Например, порастание семян. Контрольная группа, группа основная, да, воздействие на неё разных факторов, разных почв и так далее. И вот произрастание семян, 100 семян, всё считается в процентах и так далее, это точные методы. Они связаны, например, с тем, что вот многие там говорят, структурированная вода, там много-много всего, что только не говорится, экстрасенсы и многое чего. Но всё это проверяемое биометодами. Когда вот, пожалуйста, тебе произрастающие семена, если они будут опережать контрольную группу в своём русске на значимые показатели, которые меряются в процентах и так далее, то вот тогда ты чего-то доказал. А потом можно вслепую сделать в другой аудитории, на других объектах, имея в виду и животных тоже, потому что дрозофилы и так далее, вот многие вещи генетические, они делаются таким образом. Всё это группа методов биоиндексации. И вот, чтобы отработать ещё принесённую книжку, не зря ню, я здесь отдельно выделил дендрохронологию, потому что наша страна в этом смысле очень много делала. И ещё в начале 80-х годов, на рубеже 70-х, 80-х годов, я занимаюсь Новгородом, а там я раньше, чем казаков-некрасовцев, занимался с рубежа 70-х, 80-х годов. Там был Борис Александрович Колчин, один из руководителей новгородской экспедиции, вот недавно Янина не стало, он похоронен в Новгороде, а это был его заместитель, который ещё с Арцеховским и Рыбаковым работали, то есть по возрасту старше даже Янина. Вот он занимался дендрохронологией. Что это дало в Новгороде? Вы знаете, что Новгород возник, считается, в 882-й год, дата основания, и была, например, такая проблема, что когда копают Новгород, где находят больше тысячи сейчас берестяных грамот, каждый год и так далее, там уникальная почва, дерево сохраняется, да, и вот в этих раскопах, там много, почти везде их несколько, там 7-10, это обычное число, но, по-моему, предельные суммы, там 20-22, в разных раскопах, да, но была проблема, что нигде глубина залегания не уходила, это 30-е годы, 11-го века, 10-й, 11-й век, да, больше всего, уже более поздние века, но тем не менее, вот по этим спилам, которые очень неплохо сохранились, сделаются спилы, уже не просто керны, да, а можно спилы получить, и составлены вот в этой книжке у нас замечательная исследовательница Наталья Борисовна Черных, она подводила уже позже итоги, это уже Колчин, не знаю, был, может, уже не было его в живых, он трагически, как бы ушел из жизни, но, значит, этот метод там продолжается, и мы имеем точную датировку находки берестяных грамм, от многих вещей, и вот так, кстати, было доказано, что вот почему Новгород-то мы копаем, это только 10-й век, а где делись те времена, когда 882-й, это все-таки 9-й век, там есть разница, да, ну вот нашли там Рюриково городище на другом берегу Волхова, там как раз более сухое место, там не все сохранялось, но там дуб сохранился, вот это вот дендрохронология, конечно, это точная наука, которая по кольцам, да, а там везде статистика, там не только один спил, там даже из одного дерева много спилов, потому что, понятно, дерево в низине стояло, на солнце, не на солнце, вот это все лесоводы прошлого века очень хорошо понимали. Сейчас, когда студентам и магистрантам там я рассказываю эти вещи, они с трудом, честно говоря, въезжают даже в то, как это все организовать. Это гигантская, между прочим, такая кропотливая работа, статистика и так далее, тут много таблиц и так далее, и по каждому раскопу из местной даты. Если, например, за век было четыре настила, вот век, примерно век, это метр культурного слоя, вот там вот четыре настила, сгнивает один, конечно, не было никакого время, 30 лет прошло, меняй. Смотрели, износился, меняем, но деревья спилены одномоментно, положены, да, и их можно все, вот это, дендрохронологию, если береста попадает между настилами, какими-то, между четырнадцатым и пятнадцатым настилом, даты их известны, примерные, по дендрохронологии, очень четко атрибутируется возраст вот этих берестяных грамот и других находок. То есть вот эти все моменты, они очень важны для такого культурно-исторического как бы исследования, и это абсолютно уникальные, точные методы, вот когда мы говорим о деревьях, которым тысяча метод, там радиоуглеродные еще методы добавляются, хоть они работают на неживой природе, но они позволяют свои вот эти почвенные определить. И у нас есть деревья, в России нет, правда, но в мире, в основном они в Соединенных Штатах, да, которым там три-четыре тысячи даже лет, то есть это вот дерево, которое биометодами, да, биохронологией и уже точными радиоуглеродными методами оно определено. Так вот, говоря о жизнеспособности культуры, мы имеем в виду и то, что вот когда у нас открылись берестяные грамоты, то у нас наши исторические науки, а я напомню, что это еще было во времена Арцеховского, да, когда открыли, и вот сейчас есть полный в интернете каталог, все грамоты, их и прочитать-то трудно, потому что там ездят, но там открываются очень многие реальности, касающиеся вот жизнеспособности нашего общества сохранять язык, сохранять что-то сопоставимый с летописными сводами. И вот здесь я в качестве гипотезы просто вот нашего такого все-таки естественно-научного, естественно-научно ориентированного диалога и полилога я скажу о чем, что вот эти материалы, они вполне могут изменить общую картину нашего исторического развития. во-первых, когда мы отмечали 1150 лет Новгороду, да, и это сильно поменяло картину вот сейчас очень полемической истории Древней Руси или Руси вообще и так далее, да, и это важно между прочим и потому, что у нас, например, средневековая археология от палеолита абсолютно оторвана, и здесь очень многие вещи можно ожидать, что будут вот именно методы дендрохронологии и биоиндексации могут очень много дать для изменения вот этой вот картины мира. Здесь я перехожу к тому, что тоже я уже обозначал трансспектива времени, то есть вот когда мы говорим, мы сейчас все нацелены на будущее, да, вот на как бы перспективу, а почему я заменяю и не только я, много кто, и как бы я не первый раз это даже вот в докладах говорил, что трансспектива это просмотр от прошлого через настоящее, как песочные часы, да, где, значит, прошлое перетекает в будущее сразу. Так вот, вот эти биометоды, они нам важны применительно казакам-некрасовцам. Посмотрите, если посадил он вишню, которая 80 лет только живет примерно, в среднем, плюс-минус, потому что, конечно, надо все говорить конкретно, каждое дерево, да, и вот в этом смысле я все время вспоминаю нашего замечательного естествоиспытателя, который прямо связан с вот датами этого года, это Болотов Андрей Тимофеевич. Значит, музей, его имя было поднято к 250-летию с рождения, но и в этом году более-менее такая дата на пять оканчивающаяся, напомню, он родился в 1738 году, прожил 95 лет, то есть, я прямо вот жизнеспособность его называю, да, потому что он прожил жизнь и всю жизнь заботился о том, чтобы его жизнеспособность была реализована в документах. Во-первых, если вы сейчас откроете, это все публикуется и в печати, но он даже в архивах, вот мне, например, с его документами я работал, значит, они есть у нас и в Румянцевском архиве, то есть, в Доме Пашкова в рукописном отделе Государственной Библиотеки, и в Историческом музее, там поменьше, здесь очень много в Доме Пашкова, и в Национальной Библиотеке. Такое впечатление, когда занимаешься вот биографией Болотова, что это человек, который специально заботился, чтобы оставить след, да, вот, когда у нас Владимир Михайлович Бехтелев, которого я вспоминал, написал книгу «Смерть и без смерти». Вот это я хочу, вот это вот зэсэ, да, у вас, без смерти. Это до 18-го года у нас была такая орхография, у нас писали «без смерти», но мне кажется, что вот применительно к вот этой проблематике это очень важно, это красиво, потому что Бехтелев-то как писал, что вот «бессмертие», как Болотов обеспечивал, а именно «бессмертие» в ряду поколений. А что такое поколение? Изначально это биофиксация, это вот это сына роди, можно и дочку родить. И вот когда мы сейчас говорим о ДНК-исследованиях, популяционной, генетике и так далее, вот мне приходилось полемизировать с Клёсовым, например, и он, кстати, очень молодец, он реагирует на это. Когда я сказал, что это не совсем у вас генетически, он сейчас уже говорит, это у меня психоисторические исследования. После вопросов, они, кстати, остались где-то там на видео. Но в чём убедительность Клёсова? Во-первых, он никакой не халтурщик, серьезный ученый, который доктор наук, он не совсем генетик, это правильно, он химик, как и их ним. Но у него, вот когда он говорит, я из деревни Клёсова Курской области, и 400 лет я там прослеживаю вот эту биохронологию своего рода, да, и, конечно, у него это сильно отличается от классических ДНК-исследований, это надо сразу сказать, потому что я этим тоже интересовался, и на семинаре у покойного Бориса Юдина, мы как бы это всё делали, кстати, там тоже трагическая история нашего главного вот генетика поляционного, но, понимаете, вот когда он даже берёт на митохондриальной ДНК вот эти вот, как бы свои срезы, во-первых, это он только интерпретирует, потому что вообще-то все ДНК-исследования сейчас делают лаборанты, они выкладывают уже данные, а их надо только интерпретировать, да, но здесь мы с вами имеем очень большую глубину, буквально мы доходим до Адама и Евы и так далее, потому что можно вот это через поколенческий анализ, ну вот, как минимум на 400 лет, как это с казаками-некрасовцами, как Клёсов, применительно к своей деревне Клёсова, да, Курской губернии, потому что он говорит, что да, я беру мужскую Y-хромосому, да, почему, потому что мужики оставались в деревне, а женщины часто расхилялись, это как бы справедливое его наблюдение, конечно, справедливо и правильно у него будет, когда изменится, кардинально изменяется система наук, вот я так это, и я вот эту часть, переходя к датам, мне Алексей Энгельсович пока сигналов не делает, поэтому я как бы вот суммирую, что мы сейчас, и я об этом в первом докладе, в МАИПе говорил, находимся в точке очень серьезных изменений, я приводил данные культурологов, демографов и так далее, эти изменения не только, как некоторые вот у нас там полемизирующие, отчасти участвующие в семинаре, Григорий Кваша, да, там выступал и говорил, что вот надо вот как кристаллы сначала законы выявить, а потом как бы их применять, ничего подобного, когда мы говорим об опыте, да, вот Болотов замечательно показал, что природную наблюдательность ничто не заменит, никакие схемы, ничто, если человек талантлив, интересен и так далее, он будет проламываться как Ломоносов, понимаете, и вот здесь вот я, я с этого начинал, я ратую за сферный подход, да, вот мной была опубликована такая статья в академическом издании, линия Ломоносова в исследованиях вот народного психологического опыта, ну и других тем, да, в чем она состоит, ведь это просто фактически Ломоносов в последние годы жизни, как вы помните, наблюдал и открыл атмосферу Венеры, да, вот это сферный его подход, когда мы критикуем Ломоносова, например, за его некоторые исторические взгляды, надо критиковать, надо, но Ломоносов в нашу историю с подачи Татищева, есть их переписка, письмо, да, Татищева, первого историка отечественного, он внес вектор вот такого национального самосознания у нас в историю, которую нам многие писали как бы по другим образцам, а у нас все-таки история, она как бы имеет и свои корни, да, и вот когда я говорю о сферном подходе, я уже это вводил понятие, но просто сегодня говоря о нескольких школах, вот я, ну, как бы в этой науке, в этой сфере, потому что я всегда как бы основываюсь на академической традиции, я смотрю, и вот вам сказал, кто исследовал жизнедеятельность, кто как, я вот на одном из своих докладов говорил об апологии развития, вот то самое развитие с большой буквы, которое здесь написано, да, и я говорил, что надо иметь в виду, что развитие есть несколько разных, тогда я называл три развития с маленькой буквы, в каждой науке есть развитие, да, вот как бы развитие, например, там биоиндексации, да, а развитие дендрохронологии уже, оно немножко другое, да, то есть в каждой науке, но развитие интегральное, вот развитие, а вот развитие я, вот это, я говорил, когда я еще большое, вот сейчас экранные коммуникации, они нам позволяют играть с буквами, вот как я здесь СЗ играл, без смерти, да, потому что и Татищев, и Ломоносов, и как бы вот особенно Болотов, Андрей Тимофеевич, когда ему там к 90 годам подходило, то он стал очень думать о том, у него же дневники, все посмотрите, вот зайдите в архивы, как они переплетены, то есть он просто думал о том, что вот там я приду, а таких немного, кто вообще-то говоря изучает, но от него, например, осталась электрическая машина, машина и описание, которую он использовал для лечения там радикулита и такого рода исследования, когда вообще этим никто не занимался, а это был прообраз электрофореза, которым как бы он занимался, сейчас к нему колоссальный интерес, вот прежде всего по линии кантоведения, потому что он ведь определял судьбу молодого философа Канта, между прочим, он правда Вольфа предпочел Канту тогда, но тем не менее, вот на сегодня Кант чрезвычайно актуален, я об этом говорил, именно человековедческой своей направленности. И я, как бы, естественно, для него был немецкий язык и французский свободный и так далее, да, и вот я как раз вот в этой части скажу, но чтобы прокинуть ниточку, что вот 18 октября, да, поскольку он 38-го года, там у нас 95, вообще-то мы готовимся к 38-му, но ему в этом году 185, это 200, конечно, да, значит, там тоже более-менее круглые даты, и можно у нас в МАИ пригласить кого-то из этого музея, который был открыт к 250-летию, потому что для меня вот Ботов, это именно Ломоносовская линия, такого оригинального мыслителя, вот как у Ломоносов, который у нас, как бы, много чего дал. Но вот все-таки к бифуркациям в развитии научного знания. На сегодня мы подходим, вот где-то в 20-м году мы пришли к очень сложной ситуации, она звучала уже на наших семинарах, да, ну вот у нас в Казахстане Академии наук уже нет, уже нет, да, там уже союзы ученых и так далее, то есть идет переформатирование системы научных знаний. Ну вот я уже упоминал Смитсоновский институт, да, как один из центров психоисторических исследований в Соединенных Штатах, я и там был у них, и мы с ними здесь работали. Ну, конечно, там Ллойд де Моза называют, когда психоисторию, да, который Фрейда применял там и так далее. У нас есть несколько имен такого рода, да, вот, но, как бы, вот эти все исследования, ну, у нас и Ай, значит, и фантастика, где мы фаундейшн, роман переводим как хотим, где психоистория тоже как бы действует, но он просто популяризатор наук, я все-таки о ученых говорю, да, ну, вот, например, Фурсов Андрей Ильич, он опляшет в своей психоистории от романа Фаундейшн, да, которая у нас Академия, имея в виду психоисторию, там математика лежит в основе научного знания. Но я сейчас пока говорю о том, что вот эти все методы и все, о чем мы говорим, это вопрос жизнеспособности науки как системы представлений, как мировоззрения определенного. Где заземлена наука? Вот где она была у казаков-некрасовцев? Ее что, не было совсем? Или где была система научных представлений и знаний у людей, которые не имели формально высшего образования, никакими науками не занимались? И вот когда мы говорим, что, например, Гутенберг, да, и у меня была полемика с замдиректора библиотеки Ленина, сейчас она только советник ее, во время открытия выставки и обсуждения, значит, Гутенберга, 500 лет, круглая дата и так далее, да, ну, во-первых, на Востоке-то раньше было, да, печать, псевография и так далее, методы, все они там были раньше, это в Европе 500 лет, да, во-вторых, а что было до? Потому что любой вот линейный прогресс, он всегда связан и с утратами каких-то вещей, и утраты часто идут вот в этой части, вот очень часто идут утраты, они связаны с тем, что, например, мы, получив какие-то новые возможности, а в последнее время они больше с техникой, с техническими, технологическими, да, мы говорим о четвертой революции, а давайте мы, именно имея в виду этот аспект, но это же аспект частичного человека, как я говорил, да, а я говорю и ратую за целостно-целостного человека, то есть, во-первых, человек вот как Болотов, или как Некрасовцы, когда коллективная субъектность, конечно, они бы по одному там, наверное, не выжили, но у них была целая группа, сложилась коллективный тип субъектности, община казаков-некрасовцев, и она прекрасно там выживала, и вот когда мы сейчас говорим, мне сказали, там, напомнили о Никите Николаевиче Моисееве, да, я тоже с ним и общался, и встречался в рамках вот этого семинара, так вот там идет вопрос о прогрессе, прогрессизме, да, вот, ну, прогресс, он, во-первых, никогда не линейный, да, первое, он не бывает линейным, во-вторых, даже когда я говорю о структурах содержательно-смыслового развития, вот это, помните, три маленьких, С и Р большая, да, то они плавно переходят в содержательно-смысловые структуры, и вот это закольцовывает вот это развитие, которое имеет сложную структуру, применительно к науке, и вот та наука, которая у нас создавала новое время, оно на сегодня под влиянием человековедения и вот таких вот комплексных проблем целостного человека, видимо, как я предполагаю, должно серьезным образом перестраиваться вообще, как система научных знаний, как тип мировоззрения ученого, где доминантой должно служить, вот, при том деятельностном понимании, о котором я сегодня говорил, что должно быть главным доминантом? Исследовательский подход, потому что вот если человек экспериментирует, исследует, наблюдает, из этого что-то рождает, а, извините, не играет просто понятиями какими-то, или схемами, или какими-то представлениями, или моделями, да, потому что мы уже сильно доигрались, мы имеем заигравшееся и заманипулированное сознание. Я вот как психолог просто каждый день с этим профессионально сталкиваюсь, потому что приходишь, видишь разного рода неадекватности, которые я на предыдущем докладе назвал, ходим по кругам ада, да, ада, что ада, акцентуации, а, д-девиации и аномалии, да, вот, начиная с одного, хуже, 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 и качество вот человеческого материала, с моей точки зрения, оно сейчас громадная проблема жизнеспособности. Значит, вот эту часть, самую такую теоретическую, вот, говоря о транспективах времени, я бы здесь все-таки вывезли, сейчас стали появляться на эту тему работы, вот, но я просто несколько вещей скажу про транспективы. Здесь ведь важно, что каждый человек, вот, когда он целостно, второй, осмысливает себя, и самопонимание себя как целостного, тогда важно, чтобы он соединил свое прошлое, настоящее и будущее. Будущее на каком модели? На модели, ну, самое простое, это на уровне антиципации. Антиципация деятельности человека, это как бы абсолютно исследуемое явление, где очень многие вещи, которые, как бы, человек предполагает, они просто как бы выступают. Возьмите любую деятельность, любую игру, когда мы предполагаем. Но вот вы понимаете, что на уровне когнитивных исследований, на сегодня показали, что в чем уникальность, например, вот опять же я, как человек, который много занимается всякими игровыми формами, игросферой в целом, не может пока, томография, и в том числе, самые современные оборудования, не могут отличить игру в теннис от воображения игры в теннис. Вот абсолютно одинаковые пока картины. Я допускаю, что при развитии техники, может быть, там будут найдены различия. Уже сейчас мы с вами при вот этой МРТ двигательной получаем визуализированную картину, где ясно, с какого дендрита на какой нервный импульс переходит, как переходит, все ясно. Но картинки, а пока неотличимы ни искусственным интеллектом, ни исследователями. То есть, вот как раз игра, вот как некая практика, универсальная, она создана для развития человека, а не для манипулирования им. Для чего сейчас используется, когда ребенок ребенок свыше предела играет, и как бы у него меняется мировосприятие совершенно, готовясь к тем заманипулированным формам, которые вот в жизни взрослых у нас встречаются, доводя людей до чего угодно. Например, сейчас самый модный вид психотерапии в Америке, и вот сейчас у нас перешел, это так называемая геалектическая психотерапия поведенческая, самоубийца. Вот она начиналась в Америке с самоубийства, а у нас применяется в массовом числе, вот в том числе, значит, рядом с этим зданием, там, на Тверской и так далее, да, это, ну, называется она Д-диалектическая поведенческая психотерапия, да, вот, как бы такое, раньше была когнитивная поведенческая, модная, сейчас уже теперь, потому что без этого, вот диалектики внутренней, которая в развитии, так вот, транспективу надо говорить об индивидуальной, коллективной, вот я про казаков, не красавца, да, вот, коллективная, это вид, конечно, социальной, да, вот, когда в обществе мы с вами не поймем, как, вот, что такое психоисторическая Россия, да, вот, например, Русь, это сюда входит, или это только, вот, царская, советская, современная, четыре или три члена, да, и вот, когда мы начинаем с вами анализировать, и проведем групповую дискуссию, или фокус-группы, сформируем на эту тему, как делают социальные психологи, мы увидим, что расхождение мнений, реальных, а это же висит в нас, как самооценка, и не до самооценка, поэтому вот, как необходимо, я люблю цифру 3, да, поэтому транспективы времени, они, во-первых, необходимы для полноценной жизнеспособности, когда человек, он может не глубоко, вот, если вы начнете психоанализом с казаками-некрасовцами заниматься, они скажут, а ты нам не нужен, нам не нужен психоанализ, мы без психоанализа обходимся, почему? Потому что она пошла к подружке, к соседу, поговорила, посмотрела, и у нее народный психологический опыт дает ей целостность на другом, конечно, уровне, чем современному человеку, который ходит к психологу раз в неделю, да, на другом уровне, потому что, конечно, у них они не осознают в себе что-то, но, когда я провожу курсы повышения квалификации вот психотерапевтов, я тогда их спрашиваю, а надо ли им для того, чтобы быть счастливым и так далее, может быть, ты копаешься в тех глубинах, в которых не надо бы ему копаться, и он будет счастливее, это тоже проблема, я не говорю, что это так, я говорю, что мы, кроме того, что вот должно быть научное мышление применительно к объекту, или как, когда мы пишем диссертацию, говорят, предмет исследования, вот, по отношению, но еще обязательным моментом является развитая диалектика мышления человека, вот это обязательное условие, вот его четко фиксируют, например, физики, там, в эффекты Шрёдингера и так далее, да, когда присутствующий, как бы, влияет на картину, объективную реальность, да, и вот здесь, уже завершая, вот эту часть, переходя к датам, юбилейным, значит, я что еще должен сказать, что вот эта целостность, это очень серьезная работа каждого, да, вот каждого индивидуально, потому что, когда мы сейчас делаем доминанту на личность, то вот я утверждаю, это показывают экспериментальные исследования, что чтобы поймать вот сейчас личность в динамично меняющемся мире, приходится включать четыре понятия, а не одно. Посмотрите, какие? Человек, обязательно, опять же, человека можно по-разному понимать, я тогда сразу всем конкретизирую, человек это единица рода гомо, сапиен, сапиенс, вот тогда он человек, в нем, да, когда у него вот эти две деятельности, о чем я говорил, психоистория и так далее, дальше, индивидуальность и субъектность, вот эти четыре понятия, необходимые и достаточные, с моей точки зрения, да, можно не использовать понятие персона, много понятий, там целый букет, да, персона, индивид, можно с моей точки зрения не использовать, а можно использовать, да, потому что семь, и можно построить фигуру, и вокруг этой пирамиды, понимания человека, сделать вот эту сферу, это будет описанная фигура, как в геометрии говорят, да, а если это вписанная фигура, то это вот ваше самосознание, вокруг тех же категорий, о которых я говорил, то есть вот эти вещи сейчас требуют от науки не только ее дифференциации по линии наука, не наука, да, мы там уже науку иногда выделяем, я в этой связи, вот, переходя к датам, назову, тоже в такой памятный пример, в Доме ученых, выступление Виталия Гинсбурга, который, ну, один из самых именитых у нас, потому что он и Нобелевский лауреат, и академик, и так далее, он выступал там в большом зале, вот, и возникла очень серьезная дискуссия с одним из людей, вот, который в юбилейной моей части, да, Ипполит Моисеевич Когом встает, очень в Доме ученых известный, профессор, он, конечно, не Нобелевский лауреат, и не академик, но он всю жизнь занимался вот изучением, там, биополя, такие, радиотехники, и так далее, и он очень, потому что Гинсбург был человек резкий, кстати, он не является основателем комиссии по уже науке, но с его сильной подачи потом она была создана, да, и имеет динамику определенную, вот, так вот, вот два раза Ипполит Моисеевич при мне, и, как бы, вот спорил публично, да, полемизировал, говорил, как же так, вы говорите, вы отметаете многие аспекты, которые существенны для науки, вот именно в той бифуркации, о которой я говорю, то есть нельзя заранее исключать некоторые объекты, ну, а, значит, у нас академик тоже был сурок, он, во-первых, настаивал на атеистическом абсолютно подходе, и так далее, и целый ряд других аспект, то есть очень резко, в России надо жить долго, говорил Виталий Геннадий, для чего, потому что если бы я умер немножко раньше, Нобелевскую, я бы не получил, и так далее, да, но очень много, как бы таких, и вторая дискуссия того же Ипполит Моисеевича, замдиректора Института психологии, Иран, значит, Андрея Юрьевич, да, значит, он о парапсихологии, там, доклад на секции психологии, да, и, ну, он сводился к тому, что этого всего нет, это вообще просто абракадабра, и так далее, и очень справедливо, с моей точки зрения, было сказано, что, конечно, неправильно говорить, что наука там, что такое парапсихология, это просто подстава, которую нам в свое время ввели, потому что, когда наука организована в американском ключе, да, таможне спрашивают, есть ли человек кто, вам готов за нее заплатить, и если кроме художника кто-то готов ее купить, то это произведение искусств, а если это просто никто не готов, кроме автора, то это нет, но это американский подход, где все во главе с долларом, а когда субъект, да, то есть, вот, один из психологов, значит, у нас написал даже книжку, вот есть субъектность, а есть вот такая американская субъектность, я не хочу обвинить, потому что во многих случаях, скажем, в исследовании тех же паранормальных явлений, вот этот подход, он очень интересен, потому что он не давит на науку, он просто параллельно, вот я на ряде конференций был там в Вашингтоне, параллельно собираются люди, которые контактерами выступают там, и так далее, у них сообщество 200 человек, и все, они собрались, у них свой бизнес, они считают это наукой, а ученые считают это спорным явлением, но у нас-то ведь было вот это давление науки как коллективного субъекта на изучение парапсихологических явлений, не науки, а вот явления околонаучные, которые не можем объяснить, они безусловно существуют, точно так же, как вот эта казачка-некрасовца собирает плечо человеку, не зная медицины, она как-то это делает, пожалуйста, исследуйте, объясните, как она это делает, у нее какие-то сверхспособности, сверхвозможности, сверхчувствительность рук, или что-то еще, и это надо все делать, это очень серьезная проблема. Теперь, значит, две даты, поскольку я так думаю, меня не остановят, а говорить можно, тема огромная, и поэтому я как бы обычно, когда там где-то в Академии повышения квалификации, это много часов, но я хотел о датах, вот 23-й год, мы с вами начинали, кто-то пришел попозже, несколько человек в этом году отметили 100-летие, я вот не только, у нас ихнина, с которого мы начали, но я еще несколько вам людей, ну, во-первых, у нас Туляк недавно прозвучал, вот сейчас если найду, то я и фамилию приведу, значит, житель Тулы, 100 лет, Дюмин его награждает, встречает он, летчик с 43-го года на войне воевал, сейчас ему 100 лет, он еще приходит на награждение, да, значит, я-то здесь говорю о чем? О том, что вот 23-й год, а с другой стороны, мы отмечаем целый ряд юбилеев, когда людей давно нет, им 100 лет, да, собирается, выпускается сборник и так далее, а здесь живой человек, вот его жизнеспособность, но я-то говорю в данном случае, вот о жизнеспособности, как интегральном качестве человека, позволяющего на уровне возраста долгожительства, напомню, долгожитель в нашей стране, это тот, кому 90 плюс, вот 90 плюс, он долгожитель, но у меня, вот когда я говорю о жизнеспособности, жизнеспособности и как сверхспособности, это когда человек в 90 плюс еще сохраняет творческую работоспособность, то есть вот как Яхнин, пишет книги, хотя бы приходит на награждение, вот этот ветеран, который как бы может не только на награждение прийти, но ему он надиктовывает книжку, да, он ее не рукой написал, но там журналист-то Дюмин, наверное, направил, чтобы к юбилею была издана красивая книжка, чтобы его наградить и все, но он живет творческой жизнью, встречается с детьми, как ветеран и так далее, да, но вот у нас, в нем 22-й год, я так, немножко назад, да, в 22-м году у нас тоже несколько, ну вот в этом году еще, кстати, я об этом на другом семинаре говорил, да, у нас есть выдающийся пример Киссинджера, Генрис Киссинджера, другая страна, сто лет, да, он только что летал в Китай, он хочет с Путиным встретиться, он и так далее, он выносит какие-то предложения, то есть вполне себе работоспособный, творчески работоспособный человек, который, как бы, ну вот, действительно проявляет жизненную откидку. Беру 22-й год, я дойду до 21-го, значит, 22-й год у нас, кто знает, это год под эгидой, конечно, того, что у нас Александра Александровича Зиновьева, да, президент, что было неожиданно для же до его супруги, да, когда был год объявлен годом Зиновьева, много событий и так далее, да, и, конечно, вот этот термин, я тоже его многократно слушал, когда он вернулся, да, я, сложное вызывает отношение у меня, его мировоззрение, так одним, но, безусловно, вот это надо переумнить, вот этот его термин, переумнить, он мне очень нравится, когда мы говорим о бифуркациях в системе научного знания, да, вот это очень важно переумнить, и вот здесь я себе позволю сослаться на группу, на целую серию исследований наших тульских, наших коллег, хотя там и москвичей много, но есть такой у нас Яшин Алексей Афанасьевич, да, он доктор технических и биологических, нам сегодня важнее, естественно, научная линия, да, и он и писатель, и издатель журнала, но вот они уже издали много книг, которые вот на грани биологии, технических наук, психологии и так далее, вот я назову, феноменология ноосферы, апология человека, да, вот кто слышал или видел на видео мой предыдущий доклад, у меня была апология развития, с большой буквы, и я действительно это считаю, и потому привел пример, что вот здесь спираль, не спираль, вектор, не вектор, стрела по пригожину, это одна проблема, а другое, во-первых, апология, и апология чего, так вот, вот эти исследования, в контексте того, о чем я сегодня делаю доклад, они привели меня к выводу о том, что недостаточно апологии человека, да, вот здесь мы должны вспомнить наших юбиляров, да, и еще одно имя я сегодня про запас, да, значит, у нас ведь в этом году МАИБ активно отмечает несколько дат, да, ну, Вернадского понятно, было много всего, да, и он асферой, биосфера, прямо имеет отношение, да, но, я еще хотел вспомнить и понятие, которое мне важно, вот когда я человеке говорю, это у нас понятие, которое извел Дмитрий Николаевич Анучин, это антропосфера, вот когда мы говорим о человеке, да, чтобы не улететь нам туда, куда иногда нас зовет неаккуратно, вот здесь на асферное развитие, я поэтому и название прочитал, да, на асфера нас иногда утягивает в то, что потом Лотман, например, назвал семью сфера, сфера смысла, да, то есть как бы здесь есть, вот те, кто учился еще в Советском Союзе, как я, да, а я как бы учился у Давида Израилевича Дубровского, которого тут недавно как встретил в Ленинке, он 29-го года рождения, молодец, да, еще в Институте философии работает, руководитель семинара по проблеме сознания, и я его спрашиваю, он говорит, нет, я глуховат, мне показывают в библиотеке, вот, но все равно мы с ним нашли место поговорить, я говорю, Давид Израилевич, вы не отказались от проблемы идеального, ведь когда-то он с Ильенковым спорил, и Лившиц там был третьим, Лившиц самый старший по возрасту, но Ильенкова трагически не стало очень давно уже, да, и Ильенковские чтения и все, он говорит, нет, я был прав, говорит он мне, и действительно, но я бы так однозначно не сказал, но из них троих он был правее всех, с моей точки зрения, по проблеме идеального, да, а что за ней, за ней субъективно-субъектная, на сегодня категория, и душевно-духовная, потому что, вот, душа, если взять хотя бы в аристотелевском смысле, так, ну, как бы, беря не только богословские контоминации этого слова, а беря в широком смысле, да, вот, душевно-духовные способности человека, это тоже очень важно, поэтому, вот, тулики молодцы, они уже 16 томов издали вот такого рода исследований, причем это конкретно научные исследования, в том числе, вот, методами биоиндексации, где все проверяется, естественно, научными вещами, где не схемы предлагаются, хотя у них только, вот, посмотрите, аббревиатур, сколько они используют, два листа аббревиатур, то есть книга читается вообще как китайская грамота и иероглифы, но под этим глубокая вещь, да, и вот они человековедческий подход в таком широком смысле проповедуют, ну, и вот 22-й год, он связан, конечно, с этими именами, вот, под Зиновьевым мы себя, но ведь у нас, посмотрите, еще в доме Лосева, недалеко отсюда, на Арбате, жила Аза Азизовна Тахагоди, была конференция, ей 100 лет, она жива, я был на этой конференции, выступал в доме Лосева, да, мы обменились, она, правда, в видеоформате выступала, на самой конференции, но она жива, живет в этом Лосевском доме, да, вот, как бы, ну, вы это помните, а я еще помню времена, я с Лосевым на одной секции выступал, на 110-летие Владимира Ильича, Ленина, да, Лосев тогда еще ходить мог, его под руки водили, но, как бы, вот на секции мы выступали на втором этаже этого знаменитого, значит, дома, да, где вот была, и это не музей, это дом, это дом, где сейчас расположена дирекция в института, он называется Московский педагогический, это, государственный университет, МПГУ, да, вот там очень много, всего интересного, и теперь последний 21-й год, на этом я закончу, потому что, когда мы говорим, я назвал уже Ипполита Моисеевича Когана, да, вот ему, я, к сожалению, мне хотелось, или в Доме ученых, или в МАИПе, но был очень суровый 21-й год, когда ему исполнилось 100 лет, да, это человек, который очень много сделал, для вот исследования таких очень сложно, сложных структурированных объектов, был человек, безусловно, талантливый, потому что, например, он ученый радио, вообще, сфера его радио, информатика и так далее, много книг и всего, но, во-первых, он десантником в войну всю прошел, кроме всего, был орденоносец и всего, а мы его знали в Доме ученых, как, вообще-то, пианиста, кроме всего, который много десятилетий, Шах Айзизовой, вел там, в Доме ученых, вечера, театрально-музыкальные вечера, и вот, что мне особенно понравилось, вот у него, как и у Болотова, было чувство, вот, на каком-то этапе он меня, вот, как раз пригласил, давай, давай, вот, ну, как-то в это, втянул в исследование таких сложных вещей, после ряда дискуссий, вот, я об этом не жалею, хотя это сложная такая сфера, где много, как бы, проблемы, много споров и полемик, и так далее, но я хотел его ровесника назвать, который, потому что Ипполит Моисеевич, не знаю уж почему, но он, как бы, не дожил до 90 лет, и в этом смысле, вот, ну, как бы, такой потрясающей жизнеспособностью не обладал, но вот недавно, мы, я вот как раз вспомню, я вам белоруса назову, его же ровесника, 21-го года, это Манеев Алексей Клементьевич, очень сильный философ, вот мы все знаем Степина, который ввел понятие постнеклассической науки и рациональности, а вот это его соратник, и даже по возрасту старше Степина, вот он как раз, Алексей Клементьевич, он, как бы, субстанциональность и проблема философии, очень важная, то есть это некое основание вообще любой системы философствования, да, и вот Манеев очень тоже не стеснялся исследовать очень сложные проблемы, прожил жизнь 95 и так далее, в этом смысле как болотов, да, и вот я заканчивая сегодняшнее выступление, которое необъятное по форме, потому что когда мы говорим о жизнеспособности, то это вот многое, особенно кто не видел вот эту первую мою типологию, трехчленку, да, значит, это сложно все охватить, но вот основной вывод состоит в том, что наука это наука, это исследовательская деятельность, система, форма исследовательских деятельств, которую занимается человек, который понимает себя как целостно-целостное существо, как целостно-целостный человек, тогда он себя не отчуждает от системы научных представлений, которую он выдвигает, то есть если это теория, то понятно кто ее создал, как, чего, И это как бы связано, оно расположено в той антропосфере, в которой как бы все мы живем, действуем. И вот это еще год, кроме всего, год двухсотлетия Ушинского, Константин Дмитриевич, и вот Константин Дмитриевич Ушинский говорил, что это во многом все упирается в проблему антропологического подхода воспитания. А я напомню, что во времена Ушинского воспитания, это было вот и питание, и воспитание, и воспитание, это в 19 веке понятие, ну в русском языке, вообще в русской культуре, оно было крайне широкое. И вот эта педагогическая антропология и психология Константина Дмитриевича Ушинского, которому 200 лет в этом году, это некоторая база для, с моей точки зрения, перестройки или, скажем мягче, перенастройки того пианино науки, на котором мы долгое время играли. На сегодня мы подходим к тому, что вот как бы эта пианино сильно расстроена, да, и по причинам институциональным и многим другим, и вот надо подбирать, настраивать это новое пианино, на котором можно будет играть уже вот, ну как бы, после 23-го года, в котором мы сегодня находимся. Вот на этом я как бы заканчиваю сегодня, вот, и, значит, чтобы вот переключиться, я хотел представить несколько человек, которых я знаю, да, но прежде всего, вот для тех, кто не был, я два слова скажу, что мы как раз вот с Алексеем Энгельсовичем давно задумали несколько вещей. Там было у нас несколько тем, вот это одна из, да, одно было дерево, значит, древо вообще жизни и так далее, вот, ну, проблема, потому что там мы хотели говорить вот о сверхспособностях человека и так далее, ну, может быть, и поговорим еще, какие наши дела. Но вот когда Алексей Энгельсович сформулировал, значит, вот, как бы, тему, что мы говорим о Доме ученых, о МАИПе, секции лесоведения, прежде всего, да, то я вот как раз попросил, значит, Ивана Юрьевича, потому что он не только снимает, он содержательно участвует, да, и вот клуб, который он создал, и печатный орган, да, и видео, они дают абсолютно, как бы, экспериментальный материал, связанный с чем? Что вот когда говоришь, я не просто там поговорить, а это интересно и важно, когда вот мы сейчас переключимся на вторую часть, когда полилог, да, когда можно и говорить, и выступать, и нескольких людей я попросил коротко о чем-то сказать, вот. Это очень важно. И второе, когда мы говорим эпоха экранных цивилизаций, наука это не может не учитывать, потому что нас здесь вот сколько-то, да, а просмотров там сотни, там сотни просмотров, и причем люди пишут потом, кто знает, на электронный адрес рождается некая, как бы, такая проблематика обсуждения этого. Это не потому, опять-таки, у меня довольно много публикаций, полка книг, которых я редактировал, да, и в разных системах, хотя вот сегодня я говорю об относительно новых вещах, я где-то подчеркивал, что вот это я впервые там обозначаю, ну, напишем еще, как бы, это не важно. Но вот я просто говорю о том, в каком-то смысле это выступление носит экспериментальный характер, потому что когда мы увидим и видео еще, да, здесь даже смотря на то, что ты сказал, ты сразу видишь, чего не сказано, как это отреагировано, да, хотя я и так на глаза смотрящих ориентируюсь, как лектор, который, ну, всю жизнь поработал преподавателем в повышении квалификации, да, вот, поэтому это тоже о чем-то говорит. И я, наконец, вот просто здесь, значит, у меня несколько моих коллег и друзей, я вот Артема Аршаковича хочу представить, как человека, который очень известный, он сидит скромно, загорожен, вот, но это один из самых известных фотографов ныне в Москве, фотографов-исследователей с громадным архивом по явным направлениям, которые нам могут пригодиться, вот, в плане взаимодействия, значит, нашего клуба, который Иван Юрьевич представляет, секции, которую Алексей, и Дома ученых, ну, для тех, кто, я просто сейчас с директором Дома ученых, Шкаровским Виктором Степановичем, мы обдумываем вот Дом ученых, Московский, и в том числе Питерский, и другие, нет, как ему 100, ну, не обижайте, ему только в феврале 85 отметили, но вы понимаете, динамика такая, что, вы понимаете, мы просто не знаем, что будет происходить, понимаете, потому что, да, он возрождал этот Дом ученых, сам его реставрировал, делал и так далее, вот, но в Доме ученых нет секции лесоведения, да, там, как бы, есть секция сельскохозяйственных, хозяйственных наук, есть какие-то другие, я вот, когда говорил о Болотове, я имею в виду, что можно, например, пригласить сотрудника Болотова, у них 18 октября, день рождения Болотова, да, Андрей Тимофеевич, они обычно там чтение проводят, я там много раз был, там есть, кстати, деревья, которые ровесники, которые он сажал, потому что, да, но там много чего, вот, например, травы некоторые, Болотовский чай знаменитый, да, он как бы размножается, он, конечно, не существует, это многолетнее растение, но через семена его там размножают, и это вот биоиндексация развития есть, вот, поэтому можно пригласить, пригласить, и я думаю, какой-то сотрудник мог бы приехать, рассказать, потому что ведь он создал очень много парков, парковые хозяйства, вот я говорил о парках Дмитрия Сергеевича, я вспоминал Кушкинский заповедник, вот я был причастен к его созданию, Захарова, большие веземы, дружу с директором современным и так далее, вот, поэтому вот эта часть взаимодействия, она важна, я хотел тоже сказать о Георгии Вячеславовиче Федоровском, да, это как бы другое поколение исследователей, который, значит, у нас занимается вот многими исследованиями, в том числе научными школами, я так скажу, которые занимались исследованием аномальных явлений в рамках академических структур, да, и вот я думаю, он потом несколько слов скажет, и даже обещал какой-то прибор-аппарат показать, да, почему? Потому что вот когда мы говорим о таких сложных явлениях, да, ну, например, проблема аномологии, аномальных явлений и наук, связанных с их изучением, да, значит, здесь очень важно не потерять компас научности, да, имея в виду, что здесь часто вот те люди, да, там, с измененным сознанием и так далее, вы знаете, что сейчас это очень большая проблема, о ней надо говорить тщательно, осторожно, внимательно, но я за то, чтобы они, безусловно, говорили, не надо как бы говорить, что это вне науки и так далее, тем более это традиция вот этой, ну, нашей школы, Ломоносовской линии в изучении и развитии научного знания, да, вот это, на этом я настаиваю. Ну вот, я вот как бы то, что хотел сказать, представить, если есть какие-то вопросы, выступления, давайте мы теперь, Алексей у нас, Энгельсович, единственное, что я не сказал, комплимент, потому что всегда бывает манок, да, вот, чем меня Алексей Энгельсович сразу как бы подкупил сначала, я ему-то это говорил, да, что ведь у нас скоро будет юбилей замечательному изданию в 25-м году, да, какая великая книжка выходила, которой многие академики занимались, впервые была издана диалектика природы Фридриха Энгельса в 25-м году, он ее писал с 70-х годов того века, и вот многие проблемы науки, науки, они связаны с 11-м тезисом Маркса, который потом, после смерти Маркса, Энгельс опубликовал, ну, это о Людвиге Ирбахе, конец немецких лари, там тезис-то какой, вот, 11-й, никто не помнит на память, значит, он в чем состоит, что, значит, философы по-разному там объясняли мир, а проблема стоит, этот текст Маркса, чтобы изменить его, так вот, я сейчас, а мне на 200-летие Энгельса в Институте философии выступал, вот, говорил, что диалектика Энгельса одна из самых крутых штук, которые есть, если учитывать, что она в советское время академиком Кедровым, он прям книгу об этой книге Энгельса написал, да, эту книгу не знал, как вы понимаете, Ленин совсем, да, потому что его не стало, да, она была издана по-немецки и по-русски в плохом переводе впервые в 25-м году, а потом уже, ну, как бы, подрабатывалось, переводилось, это Рязанов был такой у нас человек, который занимался, сейчас его чтение проводят, архивом Маркса Энгельса, вообще-то говоря, а, ну, вот, чтобы закончить на диалектике природы, да, значит, вот, это, конечно, к 25-му году, когда будет 100 лет со дня этой книги, между 200-летием Энгельса, который, вообще говоря, 250 лет Гегелю, диалектика Гегеля, да, но, как бы, 200 лет Энгельсу и 100 лет диалектике природы, как крутой книжке, если её понимать, вот, в том ключе, о котором я говорю, когда мы не говорим, что жизнь – это способ существования белковых тела, да, Энгельс это написал, надо понимать, зачем он это написал, потому что там главное слово – диалектика, и, вообще-то, задача, а я говорю об отчестве Алексея Энгельсовича и моей ассоциации на это, да, это моя ассоциация, но я считаю, что это очень у нас и Владленовичей многое, и кого угодно, но, значит, здесь важно то, что я считаю, что вот эта линия, она развивалась, и вот сейчас мы перемудрились с тезисом Маркса, потому что сейчас много людей, которые, не объясняя и не понимая, сразу меняют, да, вот это очень серьёзная проблема, отсюда возникают проблемы игры, игровизации, манипулирования и так далее, человек, который не способен понять и объяснить, да, он должен пока подождать, поразбираться в этих проблемах, включить науку, включить мировоззренческие аспекты, а только тогда изменять, а когда мы, как бы, вот, как бы пренебрегаем этим указанием, мы получаем много негативных явлений. Всё, введите, как вы будете командовать. Да, сейчас попробуем, так сказать, подхватить эту волну, ну, во-первых, спасибо огромное Сергею Владимировичу, что нас посетили с таким прекрасным докладом, давайте-то сейчас поаплодируем. Я вот, пока вы упоминали, что называется Стёпина, а я хотел спросить, это не тот ли Стёпин, который университет марксизма-ленинизма, так сказать? Нет, 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 вот давайте о Стёпине, да, во-первых, вот днями закончились Стёпинские чтения в Институте философии, да, я говорю о Стёпине, который имеет белорусское происхождение, он там состоялся, вот, именно с нашим, как бы, сегодня мной упомянутым учёным, да, которому 100 лет было в 21-м году, да, и он оттуда перебрался сюда, в Москву, здесь он долгое время был директором Института философии, возглавлял отделение тогда в Академии наук, было отделение философии, туда... Он возглавлял этот университет марксизма-ленинизма. Ну, много чего, но он как бы не этим известен, может быть, я не знаю, но главное, если вы посмотрите, да, конечно, но в те годы, вы понимаете, что он как бы, вот ему 100 лет скоро будет, но он всё-таки помоложе, да, тех людей, о которых я говорил, вот, но чтения эти, они совместно с Белорусским университетом были, он академик и Белоруссии, и у нас, но вот как бы фундаментально он известен вот этим типом рациональности, который абсолютно необходим, потому что есть классическое, неклассическое, а сейчас мы живём в эпоху постнеклассической типа рациональности. Но вот с теми уточнениями желательно... Сергей Иванович, ещё раз большое спасибо. Сейчас я попытаюсь, всё-таки нас здесь много, 15 человек нас сегодня присутствуют на семинаре, секции лицоведения, вот по заданной теме. Значит, помянули Болотова Андрея Тимофеевича, я в пику, или даже не в пику, а поддерживаю. В развитии. В развитии, да-да-да. Значит, 18-го можно выехать туда, в эту усадьбу, Болотовскую, и, собственно, вот поучаствовать в праздновании. Я думаю, проще их до или после позвать, пригласить, сказать, что мы очень интересуемся именем Бога. Они направят октября, у них октябрь, дата, это день рождения его, они отмечают. Но в этот день они не смогут приехать, надо к ним. А вот если до или после, вот на нашу секцию, они спокойно приедут, потому что это немножко за границей Московской области, да, вот в Олексинском, по-моему, это, ну и там в сторону Олексина, до поворота в Олексин, при движении на ту, у них несколько... Дровяниново. Нет, Дворяниново. Дворяниново. Вот, и рядом деревня, в которой он похоронен. Ну, это как бы уникальное место, куда вообще, вот, ну, я много раз был. Колешский асессор, колешский асессор. Но самое главное, вот я говорю, что это один из, вот, Ломоносовская линия, потому что он много чего издавал. Еще вот тоже интересный такой факт, я, пока вы рассказывали, значит, ассоциативное мышление, у Канта он четыре года учился в Кенигсберге, где Кант преподавал в... Нет, нет, опять историю надо уточнить. Значит, он, будучи военным офицером нашей армии, да, военные офицеры считались образованными. И ему было поручено из Петербурга рассудить спор двух профессоров, кого выбрать на место профессора Кенигсбергского университета, Вульфа или Канта. Вульф был старше, понравился Болотову больше. Но потом Кант, вы знаете, вся его история, Кант даже был подданным русского государства некоторое время. Вот, но сейчас имя Болотова вспоминают в Калининграде очень, и это сказалось на его философских воззрениях очень сильно. Значит, смотрите, у меня есть предложение, как построить вот движение нашего семинара. Да, да, 19.12 сейчас, в 19.22, значит, мы вас попросим. Мы, собственно, с Сергеем Владимировичем на почве интереса к истории необычных исследований стали общаться. И, вот, к слову, долголетием там мало кто может похвастаться, к сожалению. Но, вот, если брать точку отсчета, вот, как Коган, Ипполит Моисеевич, да, там параллельно с Ипполитом Моисеевичем существовало еще много других направлений. Это, в частности, Казначеев Владимир Петрович, и в рамках Института клинической экспериментальной медицины, который у них был в Новосибирске, они работали довольно активно над очень многими исследованиями. И, в частности, это как раз вот можно выразиться и так, это и биоиндексация в том числе. И уже после развала Союза и институт изменился, там другая форма у него появилась. И, собственно, вот эти все товарищи, связанные с Казначеевым, они переместились тоже, они создали свое отдельное направление и в своем отдельном институте все это развивали. Не скажу сейчас, как он называется, мне кажется, Международный институт космической антропологии или что-то такое, МНИКО или МИКО, нет, я не помню. И там был такой Юрий Николаевич Чередниченко, и Юрий Николаевич Чередниченко, мы вот с ним общались как раз, это где-то 2018 год, и он умер в 2021-м от ковида, к сожалению, очень рано умер, ему был где-то 60-61 год, и Юрий Николаевич, он участвовал, собственно, в большинстве исследований, которые проводились Казначеевым и коллегами, и там, среди прочего, было и направление попытки работать с ГСЧ, с генераторами случайных чисел, для детекции неионизирующих излучений, скажем так, и каких-то необычных эффектов, аномальных эффектов, кто-то может сказать. И, соответственно, где-то к 2010 году Юрий Николаевич, он уже не работал с Казначеевым непосредственно в одном месте, да, то есть он уже пошел, так сказать, своим путем, но они продолжали, естественно, общаться, но, так сказать, в свободном плавании, вот Юрий Николаевич по следам тех исследований, которые проводились им в Институте клинической экспериментальной медицины, вместе с Казначеевым, они уже пытались собрать что-то, что было бы не таким громоздким, не занимало бы там целую комнату и так далее, и на основе вот уже более таких современных технологий, уже то, что можно подключить и к современному компьютеру, они вот собрали вот такую вот небольшую металлическую кнопку, можно сказать, совсем она не занимает много места. Это была попытка собрать вот, собственно, ГСЧ, да, генератор случайных чисел. Это детектор или что? Позволяющий бы детектировать те или иные эффекты. В частности... Нет, а что, генератор случайных чисел там есть внутри? Да. И на что он воздействует, этот генератор? Нет, это не генератор воздействует. Это потенциальный какой-то гипотетический эффект воздействует на генератор и меняет последовательность, меняет генерацию соответственно этих чисел. Если вы проведете достаточное количество сессий с этим прибором или с аналогичными приборами, то вы заметите, что, ну, по крайней мере, как заявляется исследователями, то вы заметите, что там есть какие-то изменения, которые связаны непосредственно либо с вашим присутствием, либо с местом, где вы находитесь. Потому что, опять же, как заявлялось разработчиками, вот такая аппаратура, она способна в том числе служить детектором и своего рода геофизических аномалий и тому подобное. И, в частности, можно сказать, что подобные исследования вот с случайностями, их в России и в позднее советское время, их достаточно много было проведено, не то чтобы очень, но есть о чем поговорить. Это, в частности, и исследования в МИФИ были. Там был такой профессор Попов и Ёлкин. Там были исследования при фонде парапсихологии имени Фасильева. Это уже частная организация. Тоже им удалось и тем, и другим им удалось собрать свой определенный аппарат, который тоже имел подобную функцию. Ну и даже в МГУ здесь тоже проводились подобная аппаратура, как одно из заявлений производителей и исследователей. Опять нужно заметить, что вот эта штука, она не вышла на рынок. То есть купить ее нельзя. К сожалению, там обстоятельства так сложились, что только тестовые образцы существуют, а вот серийное производство налажено в итоге не было. Но как бы она функционирует, то есть цель частично была достигнута. Единственное, коммерческая реализация, до нее вопрос не дошел. Ну, как бы что поделать. Зато вот у американцев была идентичная история, связанная с Принстонским университетом, где в Принстоне с конца 70-х до 2006 года, до 2007, существовала отдельная исследовательская программа под руководством бренда Джан и я второе имя не могу вспомнить. Ну, бренда Джан, там они оба под одной фамилией Джан. Ну и, собственно, вот им удалось как бы на несколько лет достичь коммерческой реализации. Они производили вот прибор Пселерон, такой был маленький, тоже идентичного размера. Но главное отличие вот этого прибора от всех остальных, и от отечественных, и от американских аналогов, он был автономный. То есть это то, чего не могли достичь, к сожалению, остальные, но чего вот достигла группа Чередниченко. Вот он был автономный, то есть если бы вот сейчас он работал, это такой демонстрационный экземпляр у меня. Что у нас тут в Альбе было? Да, да, да. Да, и, соответственно, он может и звуки издавать, реагировать, то есть там есть свето-звуковая индикация. Если что-то было, то он просто просигналит. Не-не, но это не работающий экземпляр. То есть это просто демонстрация, то есть как он внешне выглядел. Тут вот есть USB, то есть ты можешь компьютер его подключить и анализировать то, что ты там за день получил. А как-то эти исследователи, они с Симоном Шнолем пересекались? Ну, посмотрите. Все? Еще раз. Со Шнолем они пересекались? Да, мне кажется, пересекались. Они цитируют его в своих работах. Он же постоянно эти... Они цитируют его. И он-то как раз не делает выводов о том, что он-то как раз говорит о совершенно других вещах. Они многих очень цитируют. Это понятно, что они ссылаются, но насколько они работают... Нет, я несколько слов опять меняю. Я хотел сказать, что вот почему... Я два слова тогда еще закончу сейчас и скажу просто, что... Ну и, соответственно, вот в рамках... И вот как у нас вообще этот прибор оказался, это все в рамках... Сколько их вообще сейчас? Ну, их единицы. Тут вопрос другой. Крупнейший коллекционер, вот и техники, и всего с этим связано. И истории, исследования такого рода. У нас именно вот уже несколько лет в Москве существует, соответственно, у нас общество. Общество сохранения аномальных исследований, АСАИ. И вот в рамках общества мы, соответственно, помогаем сохранить подобные материалы и, как бы сказать, дать им вторую жизнь. Я говорю не про технику, я говорю скорее про литературу, про книги. То есть, да, мы помогаем издать какие-то книги. Вот, например, книжка вышла недавно, исследование полтергейстов в Сибири. Эта книга в оригинале была написана в 1993-м. А свет она увидела только в 2022-м году. Тоже с нашей подачи. То есть, я ездил в Томск, встречался с автором. И в конечном итоге вот смогли даже выпустить эту книгу на свет. А так бы, Бог ее знает. Ну и, надо сказать, автор продолжил уже успешно сотрудничество с издательством, уже самостоятельно, что, в общем, и есть, как бы, одна из целей, да, тем, кто все еще с нами, из таких людей, дать им возможность как-то себя реализовать, помочь им. Тоже в этом плане. Потому что очень часто то, что не хватает. Александр, да, пусть запишут Георгию, запишутся к вам. Так, ну все, спасибо. А в курсе, что у нас есть секция аномологии? В МАИП? Да. Ну, я слышал, да. Конечно, да. Я слышал, да, я знаю, кто такой мельник. Запишите вам свой. Давайте. Конечно. Значит, вот я несколько слов про приборные варианты, потому что я как раз попросил, потому что у него просто крупнейшая коллекция и архивы. Вот он буквально несколько там сумок больших архивов и документов. Причем это же официальные исследования, это не что-то. Это вот, ну, фактически финансировавшиеся 80-е годы у нас. Тогда, кстати, неплохо в Сибири. Это и казначей, и по целой ряд людей. Я другой пример, вот из недавней своей поездки, Санкт-Петербургский, он называется, в НИИФК физической культуры, где Коротков, профессор Коротков, и недавно защитилась его дочь, которая вот эффектом Кирлиан, он восходит к эффекту Кирлиан, они сделали тоже свои аппаратные варианты, которые сейчас в паралимпийском движении очень активно используются. Она написала и защитила успешно диссертацию. Да, вот я как раз по ее диссертации с ней беседовал, да, потому что... Аппонировали? Нет, я не аппонировал официально, но я потом встречался с ней прям в ее лаборатории, она зап. лаборатории, отец теперь тоже туда перешел работать. Ну, это вот крупнейшие, известные в мире специалисты по исследованию, вот, ну, как бы, например, усталость спортсмена после выступления. Вот это они называют, это иногда аурометрия, то есть они ауру снимают, да, и вот когда человек устал, вот я до лекции, я после лекции, они на палец, вот как сейчас у нас сахар, или давление, или количество там, ну, вот у нас, особенно в ковид, все это мерили, да, вот такого рода приборы, которые начинаются там от 70 тысяч, и это продается все, да, и вот такие вот аппараты, аппаратные вещи, они очень важны, потому что, когда мы говорим биоиндексация, у меня смысл какой, что это биологическая обратная или прямая связь, во-первых, да, вот, во-вторых, это мозг, и его надо, конечно, мерить и до, и после, и так далее, да, но по многим исследованиям, вот крупнейший архив, например, по исследованию, вот рядом расположен институт радиоэлектроники и автоматики, вот буквально мы сюда через МГУ идем, мимо него, да, вот они, например, исследовали там многих обладателей сверхспособностей, например, аппарат Джуна ныне существует в многих вариантах, они сделаны академиками, и так далее. Другое дело, что, вот о чем я говорю, что аппарат не мог заменить Джуну в лучшие годы. Весь архив исследований вот у нас у Артема Аршаковича хранится. У меня вопрос по вашей... Да, 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 а выступить хотели. По вашему докладу, по вашему докладу, два момента, которые я хотел прояснить. Первый момент по поводу некрасовских казаков и так далее. То есть вы говорите о них как о некой культуре, о некой культуре, которая тогда сложилась, и она сохранилась через эти два там с лишним столетия, именно в плане того, что они вот, локальная эта группа существовала в чужеродной среде, но сохраняла именно свою вот эту локальную культуру. То есть когда мы говорим о жизнеспособности вот этих неграсовских казаков, мы говорим не только об индивидуальной или индивидуально-психической и так далее, мы говорим о культурной традиции. То есть о передаче, то есть у них непосредственно передача их традиционного жизненного уклада переходила-переходила. То есть когда мы говорим о том, что если бы кто-то от них отделился, он бы влился в другой уклад, и соответственно эта культура была бы утеряна, потому что она возможна только в социальном плане. Таким образом, не говорим ли мы о том, что вот именно жизнеспособность этой культуры и дальнейшее развитие в рамках, оно соответствовало именно тому времени, 17-му, начало 18-му веку, что когда она разорвется до нашего современного 20-го, 21-го, то она тоже потеряет жизнеспособность, так же, как мы потеряли, в связи с развитием технологическим и так далее. Но это уже слишком такой сложный. Но нет, получается-то так, потому что мы берем слепок, который сохранился тогда, как это, в Вальдах Антарктиды сохранилось некое живое существо, которое тогда имело какие-то свойства на тот исторический период. Да, оно сохранилось, да, но оно не развивалось, оно же не стало там, оно как было динозавром, грубо говоря, так оно динозавром осталось, оно же не перескочило в ныне питающие, и так далее. То есть, не произошло же этого. Точно так же и культура. Это первый вопрос. Ну, давайте мы вот поэтапно, вопрос непростой, я вот, как тут сразу сказать? Ну, во-первых, я вот, поскольку занимался в Институте психологии, мы говорим о разных формах субъектности. Вот когда мы говорим человек, я говорю, четыре, субъект. Субъект отличается от человека, что он бывает индивидуальный, вот тогда он человек, личность и так далее. И есть коллективно-групповая субъектность. Вот когда мы говорим об общине казаков-некрасовцев, это вот коллективно-групповая субъектность, в рамках которой субъектность развивается и как индивидуальная, и как коллективно-групповая. Но, вот когда вы говорите, что их как в Атарктиде заморозили, нет, они же там жили, развивались, поколения менялись. Но вот темпоральные характеристики вот этой трансперспективы времени, они по другим законам развивались. То есть, конечно, мы не можем сказать, что вот они там, как уехали, света не видели во времена, да, казаков, да, которые, Болотникова восстания, да, значит, тогда с тем же оружием и так далее. Нет, они адаптировались, они телевизор знают, что такое, и так далее, и так далее. То есть, в их жизни вот это развитие с маленькой буквы тоже было и индивидуальное. Например, у кого-то дети уехали в Америку, переписывались и так далее, да, но у них развитие одно, индивидуальное, коллективно-групповое, в которое они, например, если бы их не было группы, они бы язык не сохранили, потому что с кем-то надо же разговаривать, а поскольку их там было много, они друг с другом русский язык сохранили. Но русский язык у них во многом он содержит диалектные слова, которые были когда-то, вот в те времена, когда они из России ушли. Как сейчас мы с вами во Франции видим русских первой эмиграции, их язык отличается от нашего с вами, да, то есть вот для этого-то я и ввожу развитие, потому что там несколько разных развитий переплетены сложным образом, завитываясь в спираль, да, и конечно это не заморозка никакая, потому что они приехали, но динамика, вот по их оценкам, мне надо бы сейчас вот еще как бы провести повторное такое масштабное исследование, но это во-первых сложно и так далее, и в чем-то сложнее, чем было в советские времена, вот, но кроме всего там по их оценкам, потому что я со многими встречался, в том числе у них представление о катастрофической динамике негативной в последние годы. Но, тем не менее, они жили в некоем обществе и сейчас живут в некоем обществе довольно локально. Ну, обособлено в значительной степени. И экономика внутренних, как экономика отношений, как экономика среды, вот это быт, да, оно как бы сохраняется, несмотря на все достижения. В какой-то мере, но частые, молодые люди, молодые хозяйства, они же не, кто-то и в колхоз даже вступил, свои бригады были, их тысячи человек, это много. Но, тем не менее, именно вот это вот, да, да, ну, в какой-то мере сохранялось. в какой-то мере развитие, как мы говорим, если мы говорим, вообще, как это общее развитие, вот смотрите, 89-й год, 62-й переехали, да, значит, прошло к тому времени уже, да, и сейчас прошло столько же, но вот тогда изменения были меньше, чем сейчас, и они прям говорят, что если бы вот, условно, у нас не происходили катастрофические события, Чечня, которая под боком, и так далее, то у нас бы динамика была лучше, а вот теперь они, особенно молодые ребята, приходят и жалуются, прям говорят, вот у них-то было, сохранялось, а вот наше поколение, там, школьников и так далее, они почти вошли в нашу среду, этой столицы, ну, станицы Новокомская, потому что школа общая, ну, и, как бы, довольно оптимистно, да, ну, это уже вопрос, ну, посмотрим, второй, да, ну, это уже вопрос, кому что хорошо, да, с какой точки оценки, это надо заниматься, это сложная проблема, надо идти от конкретного человека и им заниматься. Нет, друзья, Иван Юрьевич, это очень важно, по поводу общины, это очень важный вопрос, потому что это связано, в том числе, и сектами, и связано, в том числе, со всякими религиозными, но это не религиозными, но это не религиозными, хотя там старообрядчество, беспокойство, второй вопрос связан, чисто физиологическое, или нейрофизиологическое, потому что, когда мы говорим о мозге, и когда вы приводили в пример, когда работа там, с какими-то спортивными вещами, пинг-понг, или еще какие-то, что она игровая, что она реальная, с точки зрения энцефалограммы, отличить очень сложно. МРТ, да. Да, ну и МРТ, да. То есть это когда делаются, когда делаются динамические какие-то снимки, МРТ, да, визуализация областей мозга, где деятельность активная, где пассивная и так далее. У меня вопрос к вам. Почему мы говорим о мозге, когда изначально это была центральная нервная система, где периферийная часть, которая принимает, воспринимает ощущения, их готовит для передачи в мозг, имеет тоже огромное значение. Да, да, конечно. Потому что даже по психиатрии мы знаем основное нарушение между периферийной и мозговой деятельностью, потому что там специально прописывается лекарство для того, чтобы деменции там и так далее, и так далее не происходило. Потому что синхронизация между центральной, именно как мозгом, и солнечным сплетением, грубо говоря, это одна из главных, потому что как только у тебя с позвоночником что-то не так, у тебя и мозг, и тело, и еще не работает. Поэтому, когда мы снимаем только МРТ, мозг и так далее, и не обращаем внимания, откуда сигнал-то приходит, потому что в игре понятно, он приходит из глаз и с ушей, он напрямую поступает. А в двигательных вещах он проходит через солнечные сплетения, имеет там и задержки какие-то, и так далее, потому что там тоже идет обработка и сбор. Поэтому очень странно, что наши замечательные нейрофизиологи, в том числе люди, которые занимаются мозгом, и работают с мозгом, они выделяют мозг отдельно, и чуть ли не назначают его субъектом. И там всякие дамы замечательные, вроде Черниговские, говорят, что мозг думает. Понимаете? Это совершеннейшая какая-то абсолютная глупость. Вот почему это происходит? Почему они не берут во внимание другие вещи? Ну, многое, Иван Юрьевич. Я, во-первых, вот по первой части пафоса абсолютно согласен. Поэтому я только вот не согласен, даже больше, чем вы. Потому что, понимаете, я считаю, что надо не только мозг не отделять от всего человека, включая периферийную нервную систему. Во-вторых, сейчас исследования, там, правда, образны, что есть некий мозг у самого сердца даже, имеет. Там есть утолщение нервное и так далее. Вообще говоря, мы это довольно плохо знаем. Но вот когда я говорю целостный-целостный человек, то вот первая даже С включает это все. Потому что если мы берем 16, 64, 132 канальная энцефалограмма, она вообще очень мало чего улавливает. МРТ дает вот эти связи нейрональные. Но вот сделать МРТ всего человека, где были бы вот эти сигналы, А ведь, посмотрите, психика вообще, это внешнее через внутреннее. А вот это внутреннее, извините, на границе нашей начинается, на кожном покрове. И поэтому я говорю, что вот когда мы возьмем целостного человека, многие проблемы вот эти отпадут. Но методология вот с Черниговской, и с Савельевым, и с целым рядом других. Значит, ну, главное, моя к ним претензия, ну, во-первых, говорить о субъектности в этих случаях абсолютно исключено. Потому что субъект это только целостно-целостный человек. Вот когда он вот это, это просто вот, ну, я так резко, потому что так мало кто пока говорит, там где-то Брушлинский, некоторые говорили, да, но важно, чтобы мы не игрались со словами. Когда мы начинаем актора с субъектом путать, то это, извините, понимаете, вот сейчас это кибергизация и так далее, да, когда мы вживляем хоть что-то, мы не знаем многие последствия того, чего мы вживляем. Потому что это периферийная нервная система, как она действует, по мозгу-то мы, может, и снимаем, но оно может не отражаться, может быть другой центр координации, да. Вот я отсюда ссылаюсь на Тибет часто, на лес и так далее. Почему? Потому что вот эти все приборы нужны для чего? Чтобы мы пришли в реликтовый лес Мещеры, о котором мне краевед говорил, вот Мещерские леса, удивительное воздействие на человека, на все, да. Но наблюдательности у нас сейчас, у врачей нет. Вот земский врач 19 века это знал. Петр Первый открыл курорт Старая Русса, да. И до сих пор, мне пришлось это изучать, там, допустим, ясени, дерево ясень, выращивают специально, потому что оно помогает, вот люди обнимают этот ясень, и происходит сильнейшее изменение их многих психофизиологических характеристик. Потому что оказалось, что именно дерево ясень, вот это обеспечивает, ну, такую определенную связь. Вот дуб будешь обнимать, у тебя этого не происходит, а ясень дает, и так далее. Это очень точные вещи. Тут еще вещь следующая. Когда мы говорим об аномальных явлениях, там же тоже огромное количество вот этих ощущений у людей, которые отличаются экстрасенсорными возможностями, они идут помимо мозга. Даже мы берем профессионала-водителя, грубо говоря, да, который ночью едет по трассе, он визуально и мозгом мало что воспринимает, он ориентируется только на знаки. Все остальное он воспринимает всем телом, всем своим опытом, и он предвидит возникающие ситуации, чтобы их избежать. Он даже уснуть может. Считывает выезжающих, опережает, да, как действуют, как психологи говорят, опережающие мышление. Ну, вот это антиципация, но дело в том, что вот это сейчас исследуют, особенно на Западе, очень тщательно, в связи с искусственным интеллектом, вот когда опережающие зрительные восприятия. Они уже сейчас пришли к тому, что искусственный интеллект, у них, опять же, практика, с которой работает искусственный интеллект, это практика разговора, это семантическая практика, потому что у него нет физического действия. Он нигде физическое действие, даже если у него существуют адаптеры к чему-то, там, как у роботов, грубо говоря, и так далее, все равно он это воспринимает через семантическую основу, как его натренировали, как его образовали, как ученые, которые там создали эти ряды, базы данных и так далее, нейросеть уже работает на них. И когда эта нейросеть начинает работать на своих результатах, вот этих семантических, она, оказывается, деградирует. Последние буквально показали эти опыты. И поэтому то, что нам говорят, что вот мы сейчас делаем беспилотники, а они будут учиться, простите, опять же, люди совершенно выпускают из виду, что это только часть познания, которая нам дана, мы ее поняли в некой модели. Мы эту модель стремимся потом реализовать на каких-то технических вещах и так далее, но ничего не получится, потому что мы берем только часть, только логическую и так далее, основу и так далее. Друзья, это управленческая семантика. Все равно это действие происходит. Все равно в действие происходит, но вот я приводил пример, вот это управленческое, яркий пример, когда у нас есть лошадь, есть возничий кучер, и есть клиент, да, вот возничий кучер непосредственно управляет лошадью, а клиент знает, куда ехать, он непосредственно не управляет, он управляет через деньги, опосредованно и так далее, и так далее. Но эту связку, вынь отсюда чего угодно, все, управленческая вот эта вещь работать не будет, потому что нет вот этой идеальной цели, которая задается этим клиентом, нет непосредственного управления, нет двигателя, который все это тащит. Вот эти три минимальные, они в любом существуют, и когда мы изучаем только одно и выделяем, нет, вот это главное. Вот у нас есть клиент, который хочет, мы его выделяем, клиент дает только логическую задачу. С точки зрения физики, уже начинает работать кучер, физическое управление, и непосредственно двигатель, лошадь, или автомобиль, или все что угодно, который куда-то везет, или который выращивает сад, пробует, и так далее, и тому подобное. То есть Болотов в этом плане, он был непосредственно садовником, который занимался этими вещами, и так далее. А вот высшие, вот эти клиентские вещи, заданные, нарративы, так сказать, цивилизационные, они все пришли из запада ли, с востока ли, из христианской религии, вот эти идеальные образы, сада, рая, и так далее, и тому подобное. Вот это надо четко иметь в виду, а то у нас начинают уходить в какую-то, вот мы возьмем вот эту часть, сейчас ее разовьем, и да ничего не будет у вас, у вас будет очередная. Ну вот отсюда, это вот как в общей вопрос, сферность, сферный подход, для того, чтобы не отпустить, и не пропустить, да, вот даже если мы не знаем, все факторы, все факторы мы не знаем, да, всегда приходится говорить, что есть и х, и у неучтенные факторы, да, и вот чтобы их учить, надо сразу сферность, да, вот когда мы говорим, вписанное, описанное, субъект, он как бы вписан, а внешний мир, это описанное пространство, в котором много, не только вы, но вот одну вещь вам возразить надо, она в чем, что когда мы много посредников создаем, то возникает новая проблема отчуждения, да, и это вот та проблема, которую, например, Зиновьев очень плохо понимал, с моей точки зрения, когда он называл там, ну вот это вот, крах коммунизма, да, он говорил, а кто вам сказал, понимаете, там есть этапы, там есть, и суть-то в том, что преодоление одного, но главное-то на пути было преодоление, именно отчуждение, вот когда есть опосредованная множественность, психологи ввели ПД, посреднические действия, а вот здесь уже, кто субъект этих посреднических действий, поди определить, это не биоиндексация, не прибор, как работает его психика, и какие смыслы, какую комплекологию он тебе закладывает, противодействуя тебе, да, это очень сложная вещь. Ну, это две, я закончу, две позиции, разнонаправленных, это позиции с точки зрения логики, логистов, да, или людей, которые занимаются логическими исследованиями, суждениями и так далее, да, и второй момент, про который вы говорите, с точки зрения психоэмоционального, вот это переживание, то есть если ты не переживаешь, то у тебя ничего не получается, потому что ты не действуешь, даже в себе, да, то есть должен это переживать. Это иногда тяжело. Это не просто тяжело, а человек все время хочет от этого уйти, потому что это действительно тяжело, думать тяжело, принимать решения тяжело, читать тяжело, потому что проще воспринимать на слух, читать это надо напрягаться, это другая совершенно, другие затраты энергетические, да, проще смотреть видео и что-то делать, да, опять же, да, и так далее, поэтому это две разные вещи, одно дело ты скуртруировал машину, она тебе приносит счастье, а другое дело ты куда-то идешь, преодолеваешь какие-то препятствия, там, режешься, колешься, и страдаешь, и этим путем добиваешься счастья, конечно, машина удобнее, что там, вопросов нет, ничего не надо делать, ничего не надо думать, придумал схему, воплотил ее в изделие, оно начинает само по себе работать, в этом плане, крах коммунизма, это крах вот этой системы, которая мы сейчас создаем схему, и она сама по себе будет работать, и будет нам приносить счастье, вот в чем был крах, Зиновьев, может быть, и Еленков, примерно, из той же серии, они считали, что вот они логическим путем, строение... это очень сложный вопрос, вот он от биологии улетает, но вот, чтоб не улетел, здесь надо вот эта целостность, вот это очень важно, потому что попытка упростить ситуацию до схемы, она все время требует, если диалектично мыслишь, то ты схему через минуту новую порисуешь, вот как мне говорят, дайте определение, дайте схему, я просто это даю как задание студентам, магистрантам, создай определение, сделай другое определение, сделай определение, не используя вот этих трех слов, схему дай такую, это определенная игра может быть, понимаете, а суть, смысл и так далее, вот это остается здесь, я просто вот, ну как бы это хочу показать, что-то Аршаковичу дать. Нет, ему он не претендовал на выступление, я просто говорю о том, что вот мы его, если он хочет, мы естественно, вот это, значит, Артем Аршакович, я имел в виду его, какой хороший, не поднятых, не поднятых, Щербаков, надо его пригласить, у него уникальные приборы, ну а потом есть лаборатории, которые большой имеется материал, он не изученный, там Вениаминович Пушкин, Ахатрин, тоже интересная лаборатория очень, тоже, там много очень сделано, в том числе и всякие вот такие вот вещи, которые дублированы, но в своем варианте, так что там много материалов. Ну и вот ваш космический блок, потому что ведь неумывательны многие люди, вот кто работал в сфере космоса, вот они с этим теснейшим образом связаны, и психолог, начиная с создателя Института психологии, Бориса Федоровича Ломова, он с Леоновым, со многими космонавтами работали, потому что тогда это было самое перспективное направление, а вот сейчас вы, он как бы приглашал даже вот и меня в том числе, сейчас юбилей Герда, да вот, ну как бы космос весь начинался с Герда, ну вот, и вот это интересно мне, в каком смысле, потому что вот Королев и Цандер, и ряд других людей, это безусловно человеком, который становится профессионально врачом, понимаете, вот это в чем, что врач, которого мы сделали частичным человеком, да, который как бы в трех клиниках работает, у него там и так далее, и мы его регламентируем очень жестко, ломая тем самым, как ЕГЭ мы ломаем мышление, так же и врача в системе подготовки, даже если он был талантливый, он иногда ломается, то есть происходит профессиональные деформации на этапе подготовки даже кадров, например, не выдерживает темпа, ритм, там, например, медицинского буша. Ну вот, давайте мы посмотрим, разные люди, ну вот я просто вижу ваши, давайте мы предоставим слово. Да. Я в глубоком возмущении нахожусь, я с первой руку поднял, потом как бы пошел вот такой вопрос, что каждый в этом в хаосе. Потом я просто обратил внимание, что вы занялись напитками. Я не знаю, ну, уже пересохло, не могу. Вопрос следующий, да, я хотел, первое, поддержать, и важно, какие моменты мне два понравилось, да, упоминания о Зиновьево, в части переумнить, раз. И второе, я хочу расширить ваш, скажем так, посыл, настроить не только пианино, как инструмент, да, а поправить консерваторию. Тем более она здесь у нас рядышком находится, и без вот этого основного, да, настроить это как инструмента. То есть, настраивать пианино бесполезно. Потому что гармонии... Ну, если расставлено, гармонии не будет. Нет, вопрос, что надо ставить уже сразу вот такие рубежи, которые нужно осваивать и понимать. А то, как бы вот до мозга пошли, вон, сейчас я специально, как бы, да, нашел, коллеги показал. 16-й год, статья. У человека отсутствует 90% мозга. Он живет и ведет социальную жизнь нормально. А живут наши люди, в основном, скажем так, имея мозги, но ситуация та же самая. То есть, они ими не пользуются. Поэтому, собственно говоря, я хотел бы вот наши вот эти заседания сделать как лабораторными работами. Мы что-то, какие-то предметы изучаем и берем что-то из нашей жизни и работаем над изменением этой среды обитания. Поэтому для этого есть инструменты разного рода. Как раз вот книги, вы говорите, еще научное изыскание, там упоминался дом ученых. Все замечательно. Поэтому у меня есть вот как бы предложение. Потом я вам его покажу. Я написал здесь... Сейчас скажу, сколько инициатив. Девять инициатив, да? Часть из них подписали, но я прошу прощения, что там нужно привести кое-какую административную работу. Для этого я, собственно говоря, пригласил вот сейчас в нашу секцию двух новых кандидатов. Ну и сейчас анкеты им раздадим. А мне даже с фотографиями приехали. Поэтому я и хочу, чтобы... Нет, нет, мне... А он не нужен людям. Вопрос сейчас. Валерий, Валерий. Валерий, откуда вы, Валерий? Член клубов криви, можно сказать, царей. А, это вот Александр... Да, да. Вы задали вопрос. Я говорю, мои коллеги и соратники. То есть я их... Да, Валерий, я уже... Представляйте. Я уже представился. Завел Валерий, член клубов криви-ведов, историк криви-ведов и царей. Значит, вопрос у меня касаемо алгоритмических обществ. То есть сейчас эра идет технологии и социальных сетей, создания программного продукта, когда, в общем-то, машина или определенные программные продукты будут доминировать над человеком. То есть это вынос человеческого бессознательного частично вовне. Да, социальной сети частично. И вот как понимать дальше, как дальше будет изменяться общество, как в нем выжить, чтобы не быть управляемым. Да? Получается, что иллюзия, как будто бы человек обучается, но это поверхностное обучение, да? Он читает, изучает. Люди между друг с другом могут объединяться как угодно, да? Объединяться, обмениваться информацией. Но это определенная такая иллюзионная, может быть, составляющая, да? То есть такого длинного мышления в обществе, это будет уже прерогатива. И вот с учетом того, что вы говорили, там общество, казаки, старобрядцы, да? Это было, да? Они переносили, изолировались. А мы сейчас другой ром. Да? Когда социальные сети, они легко. Если человек изолируется, он будет вовне, он будет изгоним, он не будет разговаривать. Насколько это общество проживет, да? Насколько оно будет интегрирован? Это один вопрос. А основная масса людей, она в другой динамике. Значит, меняется психика, меняется изменение вообще восприятия, да? Меняется мышление в общей массе, да? То есть будет определенное изменение в иерархии общества, то есть будет определенное, допустим, общество, которое в своей массе там с коротким мышлением, да? Или будет люди, которые доминируют длинным мышлением, да? Социальные селения. Да. И вот понятно, первое, значит, какова это будет динамика, когда мы придем к такому, а это просто уже безвыходно, это уже идет, маховик закручен, да? Как в данном случае выживать обществу, допустим, людям, которых, ну, не имеет творческого потенциала, потому что машина не сможет, нельзя запрограммировать творческий потенциал, то, что сложно объяснить, да? То есть доминировать будет в обществе у людей, у кого есть развитые творческие способности. То есть переуменить машину, которую человек создает, с одной стороны, как будто бы облегчить себе жизнь, с другой стороны он себя загоняет в другие рамки, да? И здесь получается, чтобы переумнить машину, опять переумнить, он должен взращивать во двойне сильный творческий потенциал, да? То есть вот, борьба машины человеку. Да не надо борьбы. Вот понять, когда дальше, как... Вот вы понимаете, здесь очень вы сложную проблему поднимаете, потому что там есть несколько ложных постулатов, вот в том, что вы сказали, просто вкинутые заранее, вот я вам на примере парапсихологии, да? Ну, просто перевели, было по-английски написано. Вот у нас то же самое, вот с жизнеспособностью, да? Можно бодаться, там есть два английских слова, вы сами в Википедии найдете, да? Вот. Одна жизнестойкость, так точнее, а другая жизнеспособность. И вот можно играть, вот такую толстую книжку наиграть, на эту тему, да? И ничего, да? И это, как бы, игра нормальная, гранты под них дают, и так далее. Потому что фиатных денег много, и, как бы, это все можно играть долго-долго. Но вот для того, чтобы мы с вами, вот, как бы, укоротить ответ, да, все противоречия вашей постановке вопроса, сейчас не вскроешь, это для большого разговора. А в чем ошибка? Первое, это само, зачем играть с искусственным интеллектом? Вот этой проблемы у меня нет. Потому что если целостный человек, да, целостный, целостный человек, он себя понимает как целостный, он себя с машины никогда не спутает, потому что он целостный, творческий и так далее. Так вот, задача-то стоит, развивайте человека. Почему вы вкладываете деньги только в развитии искусственного интеллекта? Вы вкладываете соизмеримые деньги в педагогику, в психологию и так далее. И выстраиваете гомеостатные отношения между искусственным интеллектом и человеком развивающимся. Тогда у вас там будут разные отношения, но их надо выстраивать. И главное не устраивать из этой проблемы, которую вы обозначили, игру с искусственным интеллектом. То, что я вот написал, и, и, и. Игры искусственного интеллекта. Там же ведь искусственному интеллекту приписывается то, что он принципиально не может. То, что мы его называем цифровым, а он не цифровой. Да, не только цифровой, это батурин, там, раскрыл и так далее. Там много-много цепочка проблем. Самое главное, вот на что мой доклад, потому что он не про искусственный интеллект, а он про то, что человеком надо заниматься. Наука может быть только такая, когда за единицу, за вот ту клеточку, из которой Марс в первом доме капитала брал товар и его там раскручивал, да, потом Энгельс это поправил, потому что природа-то из товара не вырастает. И понадобилась диалектика природы Энгельса и так далее. Товар это социальные отношения. Не умеют читать капитал. Вот, ну, нет времени, но просто мне довелось, там, пятью людьми, кто знал Маркса хорошо, с ними со всеми общаться. Поэтому вот меня так не проведешь. И в этом отношении главный посыл заниматься развитием человека, исходя из модели целостного-целостного человека и диалектики. Вот здесь, не на 10%, которая будет работать диалектично на эту цель. Вот и все. Не будет половины проблем из вами нас. Их не будет. Я хотел бы поддобавить к выступлению Валерия. Сейчас. Видите, сколько у этого человека мозга? 10% осталось. То есть, Валерий поскромничал, да? Я как раз хотел, чтобы вы помогли ему, вот я как в роли наставника, надеюсь, он как бы это воспримет нормально. И не против, да, Валерий? Я пока не знаю, о чем. То, что у него есть проект живой. То есть, он в Павловском фасаде занимается вопросами как раз и озеленения, и сохранения культурного наследия. И, собственно говоря, я прошу тогда всех участников секции включиться в практические вот эти работы. Давайте их назовем, как бы, да? То есть, есть теория, есть лабораторные, как бы, испытания, исследования. И мы тогда, Валерий, поможем. И на каждом примере, вот, Анечка, у нее тоже такой же есть проект. Поэтому я хочу, чтобы Анечка теперь себя представила. А вот Елена Дмитриевна хотела вопрос задать. Валерия? Да, не столько вопрос, сколько предложение. 25-26 августа будет проводиться конференция по холизму от мировоззрения до человека. Вот как раз целостность человека, целостность мировоззрения. Проводят его организаторы. Это Шелкопляс, ваш коллега из Иваново, да? И, значит, Народный институт развития человека, его, Нанвече, это Василенко Василь Николаевич, да? И Народный институт развития, Фомина. И они предлагают, чтобы мы, МАИП, сделали тоже свою часть этой конференции. Вот как раз, вот возьмите на себя координацию, организацию. Это вообще-то занят. Я, как бы, готов к какой-то мере. Не знаю. Я организационно сейчас, в ближайшие полгода, просто расписано. Все, я только один вот слов к вашему. Вы знаете, вот не сказал, я немножко об этом говорил, что вот на этапе перехода вот к такой науке, как оркестр, консерватория, без расстроенных инструментов, да? Ну, оркестры с дирижерами. Вот. Здесь очень важно, что мы вот, когда Маркса везде трактуем, мы говорим, практика, критерия истины, это мы все знаем, это правильно, на том этапе спирали было правильно. А сейчас мы говорим о практико-научном подходе, который должен дополнять вот то, что мы раньше называли научно-практический. Потому что, когда наука находится в состоянии бифуркации, практика начинает обгонять ее, да? И наука встраивается в эту практику, потому что там работают, например, неосознаваемые какие-то вещи. А наука по определению, это деятельность, там есть цель. А когда у тебя бессознательное, у тебя нет целеполагания пока, оно не может возникнуть. И второе, есть выше деятельности, есть формы надсознательного или сверхсознательного. Я здесь сошлюсь на Симонова Павла Васильевича, который много этим занимался, да? Но там тоже другие, там тоже нет целей. Почему? Потому что там вариативное целеполагание, там другое по типу целей, да? Вот это сверхсознательное, оно вот как раз улавливается, когда мы вспоминаем Ушинского или, вот я проще сказал, практика, ориентированная наука. Она идет как бы из практики. Она осмысляет реальную проблему, находит методы инвестиции, замеры и так далее, и перетекает. Рождаются новые науки в этом. Я поэтому и говорю, что должна быть вот научная часть, а дальше как бы практическая часть. Они вот сложнее. Без проекта дом построить нельзя. Можно, конечно, но это будет проблема. А дерево можно посадить просто вот по душевному порыву. Это природа. У меня вот дед, я родился, посадил дерево. Когда мне там было 18 или 16 лет, еще под него корень закопал 20-литровую бутыль. Как бы на другой уровень вышли, поэтому... Понимаете, вот иногда это разные, темпорально. Здесь нет времени говорить, но есть ситуативное, ситуационное, временное, вечное. И вот когда мы говорим о целостном человеке, у него вот эти 4 уровня всегда присутствуют. Есть какие-то вещи, которые вот тебя ударили, ты сразу или отвечаешь, или в щеку другую подставляешь. Или там еще как-то делаешь. А вот когда ты берешь ситуативное, не ситуацию, а уже событийный уровень, событие, там уже сознание включается. А если время, у тебя уже есть пауза хотя бы. А если вечное, то это тебе на векторе жизни, от рождения до смерти. То есть вот эти вещи, они подразумевают. Надеюсь, вы тогда окажете научную поддержку. Ну, давайте, загадывать не будем, все сложно в жизни. Я не знаю, что у вас впрягает в какую-то тележку. Нет, речь не о том, что вы просто-напросто обеспечите научное сопровождение. Завязываем? Ну, давайте мы даму должны послушать. Ну, я только могу представиться, сказать, чем я занимаюсь. Я член комитета безопасности, образования и экологии в партии «Новые люди». Официальный представитель кандидатов мэра Москвы. Какого? От партии «Новые люди» Дованков Владислав. Как это? Он официально выдвинулся, соответственно, у него есть доверенные люди, которые представляют его интересы. Поэтому, да, мое участие здесь в большей степени, наверное, связано с моим проектом, параллельно которым я еще занимаюсь больше 5 лет. Проект называется «Сохраним радиополе». Дело в том, что я живу там относительно недалеко. Есть такое «Октябрьское радиополе», заброшенная территория. И такое бывает в Москве, что земля никому не принадлежит. Феноменально, но такое правда бывает. И, по сути говоря, мой проект заключается в том, чтобы из этой заброшки сделать общественную локацию, эко-парк с доступными проходами, хотя бы туда для начала. А где это? Это находится в районе Хорошево-мневники. Вот я даже сегодня принесла журнальчик кривический. Там за водчиком вроде одолжен. Да, он еще со времен Советского Союза был бывшей военной территории. Там есть большая предыстория. Я в интернете веду паблик по этому. Вот, кстати говоря, если вам интересно, я потом могу еще такие штуки достать. Это Александру, но я еще принесу, если нужно, я еще принесу. Да, и поскольку там не просто какой-то кусочек, да, Анклав живой, там 30 гектар. В Москве. В Москве, да. И хорошо в Невнике, это прямо, ну, скажем, не обочина, да. И для самого района это был бы действительно весомый вклад. В прошлом году я с этой программой выдвигалась в муниципальные депутаты нашего района. Стали депутатами? На 23.00, да. Осталось стать кандидатами? Ну, понятно. Нет, ну, все равно новые люди. Ну, то есть, реально вас не наказали на 20 тысяч за то, что там как-то документами там... Ну, тебе сказали, на 23.00 она была... Ну, и что, у нас... А в 23.05 уже... Ну, и что, у нас... Когда голосование прошло, полно... Нет, ну, там после голосования штрафы это что? Это если ты документы сдать... Куда-то в какие-то... Нет, это проект, понятно, это надо... То есть, главный проект, да. И я, например, там увидел еще интересное место, которое тоже считается вроде таким заброшенным, да. То есть, называется островом тоже, да. Там, где были деревни... Вернее, главмодстрой, поселок главмодстрой. Но как я его обнаружил? Когда я начал искать какие-то поздравлялки для строителей, который был 13-го... Недавно, да. Вот, в воскресенье. И наткнулся на это место. И увидел, что там, в округе, есть очень интересно вкусных вещей, пустых, вот заброшенных, как Аня сейчас сказала, так как поле... Больше того, на обратной стороне Москва-реки есть такой парк... То есть, вот эта территория, она отдана парку Фили. На той стороне, где парк Фили, там есть в парке Фили разные парки тоже, да. И есть такой парк Солдатенково. То есть, а кто такой Солдатенково? То есть, мало кто как бы знает, что он был в свое время большим меценатом, и на его пожертвование построена Боткинская больница, которая называется, да. Вопрос такой, что сейчас пришло то время, когда надо людей, те, которые сейчас в стране остались, выдергивать из состояния вот этого поклонения перед коллективным Западом, а делать из них меценатов, выращивать и благотворителей. Вот наша миссия. Поэтому места у нас хватает, приложений усилий хватает. Поэтому наша задача, как раз с научной точки зрения, подвести все вот эти территории под их, ну скажем так, новое освоение. И при дальней дубной жизни, да, природоподобное. Все, спасибо. Так что я надеюсь, вот вы все, кто-то, да, услышали два новых кандидата у нас есть. Так, у нас поступили предложения, не знаю, успеют уже или нет. Завершится, да, в 20.16, сейчас мы работаем с вами два с половиной часа. Завершаемся мы очень просто. Всем спасибо за работу. Семинар закончился. Следующий семинар точно такой же, этот, вторник, в 17.30 на следующей неделе. Милости просим. Спасибо.